Чтобы у нас внутри страны мы могли общаться электронно, во вне страны мы общались бы на бумаге, нам это неудобно. И там, понятное дело, что всегда нужно оценивать некоторые плюсы, минусы, риски. Здесь основной плюс у бизнеса, который мы получили по результатам всех тех экспериментов, которые мы проводим, это плюс именно в сроках. Использование бумаги, картриджей, все это на самом деле не сильно значимо. А вот сроки при трансгарничном взаимодействии, возможность поправить документ, а не везти его обратно, не привозить снова с фурой, это существенная экономия на издержках. Поэтому, когда это стало понятно, казалось бы, очевидно, но всякая теория требует проверки, по нашему мнению. Поэтому мы, собственно говоря, и перешли в режим работы через эксперименты, через пилотные проекты, которые нам позволяют наши гипотезы либо подтвердить, либо опровергнуть. После того, как эта гипотеза подтвердилась, мы, собственно говоря, в рамках работы с Республикой Беларусь, тоже у нас очень благодарны коллегам, очень много они сделали для того, чтобы вместе с нами, с хозяйствующими субъектами пройти довольно сложный путь от использования бумажных документов к использованию электронных. И с коллегами мы его закончили. Вот буквально в августе этого года у нас вышли методические рекомендации. Эти рекомендации включают в себя довольно много пунктов, о которых мы скажем чуть попозже. А вот буквально где-то на прошлой неделе эти же методические рекомендации в аналогичной редакции были размещены в Республике Беларусь на официальном сайте регулятора. То есть мы можем с уверенностью говорить, что мы одинаково понимаем подходы к тому взаимодействию, которые хотим предложить бизнесу. У нас сейчас параллельно идет аналогичный эксперимент с Республикой Армения. И здесь хочу сказать, что в идеальном мире можно было бы провести один эксперимент с одной страной, взять методические какие-то рекомендации, предложить их бизнесу и сказать, пожалуйста, работайте. А идеальный мир – это конь в вакууме. Мы живем в том мире, в котором живем. И в каждой из стран по-своему реализованы некоторые основные процессы, которые очень кардинально влияют на учет, который ведут субъекты, и на те инструменты, которые они используют. Например, когда мы общались с коллегами из Республики Беларусь, у них институт операторов довольно сильно похож на наш. То есть оператор электронного документа оборота – такая сущность есть. Мы интегрировались с ними через наших операторов и в целом нормально общались. В Республике Армения ситуация другая. Там есть государственная структура, которая на своей площадке осуществляет обмен и то с считами-фактурами. И вот здесь начинаются попытки сближения технологий, попытки начать понимать друг друга. Это, собственно говоря, один из результатов, который мы поняли, что универсальной таблетки не существует. Каждый раз приходится как-то докручивать технологию, каким-то образом ее дорабатывать и давать дополнительные рекомендации. Тем не менее, мы для себя, наверное, выработали такую мастер-схему, назову ее так, которая в максимальном виде представлена на слайде. Из нее чисто теоретически и технически, и, наверное, на практике так и будут, могут быть исключены некоторые элементы. Обмен необязательно должен вестись через оператора электронного документа оборота. Если в стране, в которой работает ваш контрагент, его нету, соответственно, обмен может вестись по тем каналам связи, которые присутствуют. Будет это электронная почта автоматизирована через какое-то приложение, не суть важна. Может быть ситуация, когда у вас ваш контрагент в той стране, в которой он работает, не умеет работать с XML-ными структурированными документами. И вы эти документы можете обмениваться в PDF-формате, в формате DOC, либо и ином другом. Но неизменным остается то, что любому документу нужно придать юридическую значимость. И тут мы подходим к тому инструменту, который на стадии начала проекта блокировал возможность обмена без дублирования на бумаге. То есть, когда мы начинали, у нас еще не было никаких нормативных документов, которые позволяли бы нам признавать электронную подпись, которая была создана по правилам иного государства. На тот момент в 63-м федеральном законе уже содержалась норма по поводу ДТС и возможности признания ДТС электронной подписью. Но ДТС у нас не был тогда и нет сейчас аккредитованного до сих пор. Сильно надеемся, что в ближайшее время это произойдет, но тем не менее. И в то же время была оговорка, что такое признание возможно только на основании международного договора. Международный договор с Республикой Беларусь находится в активной стадии разработки, но тем не менее он на текущий момент не подписан. Поэтому мы вынуждены были дублировать документы на бумаге, соответственно, наши субъекты. И это нас привело к тому, что мы в последующем разработали… Немножко пропустим. Я потом вернусь на эти слайды, просто хочу мыслей проживать. В последующем родилась норма, ради которой, собственно говоря, я здесь на этой трибуне стою. Отдельное большое спасибо хочу сказать Константину Валерьевичу и Министерству цифрового развития, с которыми мы довольно длительное время потратили над составлением конкретных формулировок. Каким образом, в каких случаях может признаваться электронная подпись иностранного государства, если нет международного договора. И выходом из ситуации стало понижение уровня документа на соглашение между хозяйствующими субъектами. Понятное дело, что если мы говорим о том, что это две стороны, которые заключают соглашение, мы, по сути, в логике 63-го федерального закона говорим о некулистерной электронной подписи, потому что аналог действует на территории нашей страны, когда мы можем договориться о том, что это за подпись, как мы проверяем, и тогда она подпадает под уровень неквалифицированный. И здесь важно, что в этом соглашении мы должны определить, каким образом мы будем проверять. И когда мы работали над формулировкой, изначально там было только два института, которые могут проверять. Это ДТС и аккредитованный индустрияющий центр. ДТС – это светлое будущее, которое мы все ждем. Аккредитованный индустрияющий центр – та необходимость, которая сейчас уже позволяет этой норме работать. В последующем для определенных конкретных мероприятий у нас для некоторых бизнес-процессов появилось и то, что проверять может иное лицо, уполномоченное сторонами в своем соглашении. Вот здесь я хочу сделать ремарку, что мы в рамках своего регулирования, то есть в рамках приема документов в последующем, после того, как ими обменялись контрагенты, будем настаивать на том, чтобы для целей контроля налоговых органов такие документы заверялись квитанциями именно аккредитованного индустрияющего центра или доверенной третьей стороны. То есть мы в рамках налоговых проверок не хотим видеть какое-то третье иное уполномоченное лицо. Это позиция службы, которая связана с тем, что мы орган контроля и мы, соответственно, несем ответственность за те экономические события, которые происходят по результатам тех документов, которые обменялись. И я здесь делаю еще одну ремарку. Она связана с тем, что электронная подпись, безусловно, важный элемент, который дает юридическую значимость документу, но ни в коем случае не является единственным критерием, по которым мы устанавливаем истинность совершения того или иного действия субъектами. У нас есть комплексность в подходе к контрольных мероприятиях, и мы будем рассматривать, безусловно, отношения сторон не только на основании того, подписан документ, есть к нему квитанции или нет. Вот это такой важный момент, на мой взгляд, который надо сказать. Чуть-чуть вернусь назад про то, какие дальнейшие мероприятия. Сейчас активно идет эксперимент по международной автомобильной транспортной накладной, и Минтранс России в том числе планирует имплементировать этот документ свою информационную систему ГИСБД, то есть мы говорим о том, что электронный документ уже начинает рассматриваться как иностранный документ, как источник для наполнения государственной информационной системой. Здесь есть открытые вопросы, связанные с тем, каким образом будет Минтранс доверять электронной подписи иностранной, потому что, по сути, он не является источником соглашения, и, наверное, здесь необходимо все-таки прийти к подписанию международного договора. Без этого наполнение государственной информационной системы выглядит сомнительным, но, тем не менее, нужно понимать, что такой тренд есть. Кроме того, очень много к нам приходят коллеги из бизнеса и говорят о том, что одним из основных игроков сейчас является Китай и, соответственно, бизнес, который в Китае присутствует. И в рамках тех попыток, экспериментов, которые бизнес делает самостоятельно, основным препятствием на пути к реальному обмену было, кстати, отсутствие нормы про возможность признания подписи на основании соглашения. Сейчас мы ожидаем, что, возможно, наша поддержка, возможно, с тем, что и норма появилась, и есть методические рекомендации, которые можно рассматривать не только в контексте Республики Беларусь, но и пытаться использовать в иных взаимоотношениях. Мы ожидаем увидеть реальный обмен. Как только он будет, мы, конечно, с удовольствием поддержим эти начинания. И если к нам будут вопросы, и нам нужно будет пообщаться с иными органами власти, мы готовы на этот шаг вполне с открытыми глазами. И, конечно же, две большие площадки ЕЭК и СНГ. В рамках ЕЭК мы сами проводили довольно большое исследование по тому, где и как развит электронный документ оборот, чтобы потом попробовать начать сближение этих вещей. А в СНГ сейчас планируется в октябре месяце заседание КСРНС, где, вполне вероятно, одной из тем на следующий год, основной для налоговых юрисдикций входящих в состав СНГ, будет принято именно развитие электронного документа оборота. И туда мы планируем вынести все те вопросы, которые были на первом слайде. По возможности стандартизации, сближения подходов наших стран при взаимодействии друг с другом. И, собственно говоря, для тех, кто интересуется, вся наша информация является открытой. На нашем сайте размещены все результаты работы по пилотным проектам. И там можно ознакомиться и с методическими рекомендациями, и с отчетами, и с теми участниками, которые, собственно говоря, работали с нами. И использовать это для того, чтобы своих контрагентов переводить на взаимодействие в электронном виде. Собственно говоря, я уложился практически секунду в секунду. Последний слайд, как всегда, мы показываем наш сервис, который есть. Здесь не только про TransGran, но и про много еще. Надеюсь, что мое выступление было вам полезно. Спасибо за внимание. Благодарим, Федор Владимирович. Особенно за то, что уложились. Я очень старался. Так как это первый доклад, я предлагаю двинуться дальше, если нет каких-то очень живописущих вопросов в зале. Пожалуйста. При трансграничном документообороте немаловажным является еще соблюдение конфиденциальности содержимого документов. Я не знаю, какое количество, но уверен, что многая часть из этих документов может быть конфиденциальной. Представлять, допустим, и коммерческую ценность, и другие вопросы, персональные данные могут содержать. Это связано не с самой подписью, а с защитой каналов передачи, которые тоже должны осуществляться в криптографии. Как вы планируете гармонизировать использование криптографии на сопредельных государствах? Спасибо. Ну, я думаю, что когда налоговый задает вопрос, как вы планируете гармонизировать использование криптографии, это не совсем корректный адресат для вопросов. Безусловно, мы понимаем, что у бизнеса может возникнуть потребность защищать свои данные. И, наверное, здесь должна быть комплексная работа как с регулятором, с нашим и с регулятором страны, с которым мы общаемся. И кажется, что в рамках Евразийского экономического союза и пространства СНГ этот вопрос может решаться на наднациональном уровне, именно за счет принятия каких-то стандартов для стран. Когда мы говорим за выход за пределы этой относительно лояльной к нам структуры, здесь начинаются вопросы, которые вот так вот просто не ответят. Ну, ответу на этот вопрос посвящена вся наша сессия на самом деле, поэтому, я думаю, мы еще не раз к нему вернемся. Мы благодарим за этот вопрос, потому что сейчас нам Федор рассказал про то, как определенная государственная структура решает вопрос трансграничного взаимодействия, на каком этапе он находится и с какими проблемами столкнулся. И очень хорошо, что мы эти проблемы очень четко услышали. Благодарим. Следующий доклад у нас делает Александр Павлович Баранов, и он как раз нам поведает о другом аспекте взаимодействия электронного и юридически значимого, не на уровне бизнеса и структур юридических лиц, а на уровне взаимодействия B2C, то есть физических лиц. И эти аспекты, и эти проблемы нам тоже будут полезны и нужны для понимания всей картины, всех проблем, с которыми мы сталкиваемся при данного рода взаимодействии. Просим, Александр Павлович. Да, ну я читать, естественно, слайды не буду. В качестве введения тема эта генерирована не мной, а ее Константин Валерьевич. Ну, видимо, используя мой некоторый опыт по проверке наших загранных учреждений за рубежом, я имею в виду посольство по части информационной безопасности, и как-то моя лекция мне начала напоминать вначале известную песню Высоцкого о лекции по оперработнику по поведению в зарубежной поездке. Знаете вы эту песню, такая известная. Ну, то есть там все так же, но иначе. Вот как здесь написано. Тем не менее, сразу же можно понять, что имеется два типа стран, в которых можно, так сказать, работать и работать совершенно по-разному. Это, так сказать, дружественные, как у нас сейчас принято говорить, и недружественные. О недружественных я вообще говорить не буду, поскольку это, так сказать, вещь очень тяжелая. И вот та песня, о которой я вначале сказал, она в полном объеме, так сказать, действует. А вот даже с дружественными достаточно, так сказать, непросто, потому что вот Турция дружественная страна, да? Ну, вроде как, недружественная и не объявлялась, да? Однако тамошние спецслужбы работают весьма, так сказать, плотненько. Или вот уж совсем дружественный КНДР, но вот если кто-то туда ездил, в том числе с официальным визитом, с диппаспортом, то как-то на утренней пробежке замечал, что обязательно за тобой кто-то бежит. То есть сопровождение плотненькое. Поэтому, так сказать, все дружественные и недружественные, они весьма относительно. Ну вот после этой преамбулы пойдем дальше. Так, а что она не идет-то? Вот, самая простая вещь. Действия гражданина за рубежом и в самом начале. Выяснение адреса филиала. Где находится филиал удостоверяющего центра и как-то, кстати, его просто найти. Ну, казалось бы, самая простая вещь. Чего проще-то, да? Ну вот, можно либо через сайт, либо через консульство сайт, через портал госуслуг, в который еще надо зайти, если вы там зарегистрированы, вы находитесь уже некоторое время за рубежом. А по разным оценкам там несколько десятков миллионов наших соотечественников уже находятся, у которых сохранились российские паспорта. Это наши граждане, но локализация их за рубежом. Вот. Ну, сразу же скажу, что размещение филиал удостоверяющего центра, который вот может выдавать эти самые сертификаты за рубежом, на территории посольства, консульства невозможно. Значит, ни посольство, ни консульство за эту работу браться не хотят и вообще и не будут, и говорят, что это не государство, то есть не их задача. Прямо получается так, простая вещь яблоко, а пойди сделай. Вот. Поэтому, ну, тем не менее, значит, надо такую работу проводить, и, так сказать, чтобы информация о нахождении удостоверяющих центров была достаточно доступна. Теперь я вот обращу внимание на вторую часть, на второй пункт, да, на вторую точечку. Это при, собственно, сгенерированном ключе электронном подпись, ну, когда человек сам генерирует, каждый из нас может сам сгенерировать, можно вообще взять и набрать ноль-ноль-ноль-ноль-ноль, и это, тем не менее, так сказать, будет, наверное, зарегистрировано, или, по крайней мере, должен быть зарегистрировано. Вот. Ну и, значит, а дальше нужно его проверить, а этот каптос соответствует, значит, квалифицированному сертификату, ну и, по крайней мере, открытому ключу. Ну вот, как, кто это должен делать, сам пользователь или, так сказать, удостоверяющий центр? Ну, скорее всего, сам пользователь. Вот. Теперь, ну и да, а как это можно сделать? Ну, удостоверяющий центр, если ключа электронной подписью у него нет, поэтому только сам пользователь. Вот. Для этого ему нужно какое-то, так сказать, дополнительное программное обеспечение иметь. Ну, дальше ему нужно прийти, значит, и где-то выделить полчаса или час, вот сколько времени, так сказать, потребуется на то, чтобы провести проверку, значит, данных, значит, пользователя, гражданина. Ну, это вот, так сказать, пока вопрос открытый, как я знаю, практики еще, ну, то есть, есть некая практика, ну, в общем, где-то полчаса, час получается. То есть, этот человек должен находиться в этом заведении, ну, либо пришел, так сказать, сделать заявку и вышел, ну, и потом вернулся. Кажется, что это простая вещь, но, повторяю, вот все время, когда вы находитесь под некоторым дополнительным, возможным даже контролем, это превращается в определенную проблему. Двигаемся дальше, значит. Следующая проблема – это выдача квалифицированного сертификата для физлица. Я разделил физлица, физлица и юрлица. Для физлиц. Ну, вот самое первое. Самая такая проблема, которая мне кажется весьма серьезной. То есть, организация деятельности должна быть такая, чтобы она была доступна для контроля властями стороны пребывания. Попробуйте, вот если сделать это не так и как-то пытаться затруднить, то, уверяю вас, будет масса неприятностей. Причем неприятностей не на государственном, формально не на государственном уровне, а на каком-то таком другом, типа хулиганского уровня, выбитые, стелка, ну, и так далее, и так далее. Вот, поэтому деятельность этого филиала, она должна быть, так сказать, достаточно прозрачна для спецслужб противника. Но в то же время, сами понимаете, это же надо сделать непрозрачной для, извиняюсь, для хулиганствующего, или там для, так сказать, ну, для бандитствующего элемента, да, от чего, собственно говоря, электронная подпись-то и отчасти защищает. Вот, следующая проблема – это доставка, ну, мы же все понимаем, что, скорее всего, будут использоваться токены, я их назвал спецтокенами, потому что они разные, есть простые, есть сложные, есть у нас от одного крупного производителя, от другого крупного производителя, они, так сказать, несколько там отличаются по защищенности, по сертификационности, вот. Вот, но, значит, их доставка какая? Ну, один из вариантов – это депочта посольства филиал, например, да? Ну, для этого нужно, чтобы, значит, у филиала было соответствие соглашения с посольством. Еще раз повторяю, что никакого размещения филиала на территории консульства или на территории посольства невозможно. Значит, теперь пункт третий. Значит, возможно ли, значит, проверка по предварительной заявке? Скорее всего, возможно и даже желательно. Теперь, и вот два последних пункта. Это вот выработка, значит, для сертификата, для физлица, когда он сам сгенерировал ключ. Значит, эта выработка может быть сделана прямо на месте, не отправляя данные в центр. И, так сказать, в этом, конечно, есть определенное преимущество. Ну, точно так же, может быть, и взят ключ, который был на месте, потом, естественно, на удостоверяющем центре уничтожен. Вот. Ну, и вот последняя часть этого слайда. Без личной явки, перевыпуск, в соответствии с законом это возможно, был такой вопрос по ходу обсуждения слайдов возникал. А вот правила, которые у нас утверждены, так сказать, нашими регуляторами, они за рубежом-то будут действовать. Ну, я считаю, что их нужно реализовывать за рубежом в том объеме, в котором они, значит, предписывают исполнение функций удостоверяющего центра внутри страны, таким же, в той степени, в которой это возможно и за рубежом. Теми же самыми правилами. Специальных правил, насколько я понимаю, для функционирования филиала за рубежом выпускать не предполагается, и это было бы достаточно сложно, и, может быть, даже политически было бы неверно. Так, давайте пойдем дальше. Вот теперь для юрлиц. Ну, для юрлиц это вообще не очень много кого интересует, кроме самих юрлиц, конечно. Ну, здесь вот из того, что здесь представлено в качестве слайдов, значит, я бы отметил относительно шифрования. Если на предыдущем слайде, значит, я отмечал, что шифрование вот у физлица ни в коем случае невозможно, поскольку это подставляет физлицо полностью, так, то, ну, подставляет под спецслужбу, естественно, потому что как только человечек начинает применять шифр, то какая первая мысль у, так сказать, оперработников? Ну, понятно, вот он тут, так сказать, вот он уже и прокололся, да? Вот, и потом доказывает, что ты не верблюд, что у тебя ключ вот тут, и можно его даже предъявить этой самой спецслужбе, но это уже будет потом, и не дай бог нам, кому-нибудь из нас с этим столкнуться, или тем самым даже физическим лицам. Так вот, во взаимодействии юрлица или физлица с филиалом удостоверяющего центра это невозможно, а вот во взаимодействии самого филиала, собственно, с центром, что обязательно требуется при обслуживании юрлица, да, это уже нормально, это уже нормально, потому что все равно, надо быть понятным, спецслужба будет интересоваться, и, так сказать, вот тут требуется определенного, требоваться будет определенное взаимодействие, видимо, со спецслужбами наших вот этих вот самых, то есть, здесь, партнеров, вот, относительно того, какое шифрование применяется, для чего оно применяется, и могут быть разные варианты, решения проблемы для дружественных стран, для очень дружественных стран, типа Венесуэлы и Кубы, это, скорее всего, или там еще, так сказать, некоторых стран, это, скорее всего, не будет вызывать, я так думаю, это прогнозирование, так, проблем, а вот для стран, даже дружественных, типа Турции, Египта, а сейчас даже, возможно, и Армении, это вполне возможно, так сказать, вызовет определенные вопросы, то есть, и надо этот момент, по крайней мере, оговориться, либо он все равно может возникнуть через некоторое время. Хотя шифрование здесь, я повторяю, возможно, потому что, ну, это официальная организация, она официально осуществляет какую-то функцию, передача персональных данных, они должны быть защищены, ну, и так далее. Обоснование это имеется. Вот, ну, и вот здесь один из вопросов для юрлиц, это без личной явки перевыпуск квалифицированного сертификата при наличии действующего сертификата, при наличии действующего, не просто действующего сертификата, а действующего ключа электронной подписи, потому что, как мы вот тут уже обсуждали, квалифицированный сертификат, он еще долго действует, а ключ, так вот, он, вот, так сказать, на определенный маленький промежуток, ну, там, годик, да, наш. Так вот, да, так вот, значит, вот перевыпуск – это законодательно разрешенная вроде бы функция, которая сейчас еще, ну, так сказать, колеблется. Я почему бы на вчерашнем выступлении говорил, что давайте скрупулезно соблюдать законы, потому что, действительно, если написано в законе, что ты можешь делать, то давайте это делать всегда и везде. Они говорят, что вот здесь можно, а здесь нельзя, вот тут вот мы селедку заворачиваем. Вот. Ну и последний пункт – это предоставление актуальной информации, а действующий – это, так сказать, дополнительная услуга, которая, на мой взгляд, понадобится, а может и не понадобится. Пошли дальше. Угрозы, вот, угрозы заявителей. Вот это самый, так сказать, что ли, такой тонкий момент, потому что и угроза-то и заявителю, и филиалу. Ну вот первое, то, что мы уже вчера обсуждали, что заявитель, как и все граждане мира, абсолютно беззащитен против, так сказать, спецслужб, особенно спецслужб развитых государств по краже, его личной конфиденциальной информации. И вот, так сказать, здесь чисто техническое решение проблемы должно быть. Некоторые, вот уже даже вчера мне тут вот показывали одну штучку, честно говоря, вызвал у меня большой энтузиазм. Это токен с проверкой на палец, значит, на отпечаток пальца, причем тот, который можно сертифицировать. Не тот, который продается сейчас, и сделано уже назад, а тот, который можно у нас сертифицировать. Надеюсь, что он будет сертифицирован. Что, это, конечно, будет, несомненно, прерогатива восьмого центра. Вот, надеюсь, что восьмой центр к этому отнесется правильно, с пониманием актуальности. Ну, хотя это и встековская проблема тоже. Но, понимаешь, она близка, она прямо к криптографии, она прямо к электронной подписи. Понимаешь, тут вот, это та пограничная область, где все начинается опять. То ли для того, то ли для другого. Ну, по крайней мере, для высших органов госполастей если такую вещь использовать, то уж точно нужна сертификация, аттестация ФСБ. Ну, а для граждан, может быть, для других, и встека. Хотя, честно говоря, повторяю, поскольку это, в первую очередь, применимо для хранения ключа, то, значит, скорее всего, все-таки это нужно аттестовывать по восьмому центру. Ну, хотя это Константин Валерьевичу наверняка попадет, так что он будет сам с этим разбираться. Вот, значит, вот опять, в тех угрозах, которые мы сейчас обсуждаем, в них вот возможности спецслужб не рассматриваем, потому что тут надо будет ставить сразу же гриф собачку, как минимум, и, так сказать, и тогда наше заседание будет нелегитимным. Вот, теперь вот применение, третий дефис. То есть, все-таки можно ли применять это шифрование? Ну, действительно, этот самый, ну, СССР-то почему не применять тот, что выпустили американцы? Ну, уж выпустили, так выпустили. Ну, мы все понимаем, чем он обладает и каким свойствием, и для кого он прозрачен, да? Вот, поэтому, ну, раз он всем миром используется, то, наверное, использовать можно, но нужно всегда исходить из, так сказать, области применения. Александр Павлович, чертовски интересно, но я вынуждена вам напомнить про время, да. Угрозы заявления, вот третий пункт. А? Что-что? Ну, а как? Время, время истекло. А, время истекло. Понял, понял, понял. Хорошо. Так, ну и, значит, понял, понял, понял. Так, вот последние, значит, два тезиса, вот они, так сказать, крайне интересные. Ну, так сказать, мы не будем на них останавливаться, хотя вот это очень сложная штука, как пользоваться и чем пользоваться. Так, тогда уже дальше. Опа, сейчас, подождите. Я, например, для себя вывод сделала. Когда мы начинаем решать индивидуально эту проблему, физические или юридические лица, мы попадаем в силу того, что криптография вшита в электронную подпись в определенное взаимодействие со спецслужбами. Вот это я главный вывод, который сделала из вашего доклада, и он очень важный. Он очень важный. Ну, вот это мы не будем тогда рассматривать, это уже ясно, что проблема большая. Вот, значит, защита информации в филиале УЦИ, значит, она вот так-то здесь представлена. Те рекомендации, которые здесь есть, они предварительно, по крайней мере, согласованы с нашим регулятором по информационной безопасности. Вот они здесь представлены, поэтому вы их сможете взять. Ну и вот, так сказать, все. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы из зала какие-то? Вопросов очень много, да, оказалось? Ну, давайте, Нина Ивановна, давайте. Я чего не поняла? Уточните, пожалуйста. Так все-таки это взаимодействие трансграничного? Вы знаете, вот то, что это оказалось на секции трансграничного взаимодействия, для меня было большим удивлением. Оно, видимо, потому трансграничное, что из-за границы. Конечно, никакого трансграничного взаимодействия оно не имеет. Это частный способ решения вопроса трансграничного взаимодействия вот таким способом. Я бы сейчас не придиралась к терминам, потому что проблема глубокая, и мы утонем. Да, эта проблема связана с международным взаимодействием, поэтому она в этой секции. Коллеги, да, Александр Павлович, вопрос как к эксперту Казначейства России. Значит, для нас вы рассказали про физика, вы рассказали про Юрика, соответственно, лицо, но есть еще один, соответственно, статус, статус должностного лица. То есть это наши послы, консулы и все, что с этим связано. Соответственно, скажите, пожалуйста, вопрос очень один. Если Федеральное Казначейство создаст доверенное лицо на той стороне, с вашей точки зрения, это будет безопасно? Потому что такую работу с МИДом мы сейчас ведем. Ну, если вы будете находиться на территории посольства и будете... Само посольство и консульство доверенное лицо УЦ Федерального Казначейства. То есть регистрационный центр внутри консульства или посольства Российской Федерации? Внутри консульства появились... Конечно. Оно само является... Коллеги, регистрационный центр в Казначействе России. Да-да-да, понятно. Но посольство является доверенным лицом Федерального Казначейства на выпуске России. Интересный вопрос. Ну, вы знаете, я думаю, что вам будет достаточно трудно с ними договориться, мне кажется, на эту тему. Да, вот, на мой взгляд, соответственно, это единственная схема, которая решает те вопросы, которые вы поставили. Объективно. Ну, вы будете, если вы будете обслуживать только государственных служащих, естественно, вы для этого, которые находятся на зарубежном, так сказать, и они будут осуществлять ваши регистрационные действия, опять же, повторяю, на территории посольства, то это все регулируемо и понятно, как сделать. Вот. Если вы попробуете выйти за пределы посольства, я вам этого не рекомендую. Ну, а если гражданин к нам придет, как гражданин России? Нет, нет, нет. Гражданин, когда к вам придет, это другой разговор. Ну, до сих пор посольство говорит, что мы граждане обслуживаем простых граждан, вот, так сказать, удостоверяющими центрами, и там выдачи электронной подписи не будет. Ну, поменяются наказательства. Если консульство, если казначейство возьмет на себя функцию обслуживания обычных граждан, не госслужащих, ну, это... Казначейство возьмет на себя все то, что поручит государству, мы готовы. Я не могу за государство говорить. Прекрасно. Благодарим, Александр Павлович, за прекрасный доклад. А можно я еще, добавлю, вот, Александр Павлович, вот, в Республике Беларусь получение таких сертификатов было реализовано, ну, по крайней мере, до прошлой недели. Граждане могли приходить в консульство и получать вот эти... Ну, они получали, на самом деле, такие инфикационные карты и паспорта новые, да, и в эту инфикационную карту уже записывался, генерировался внутри нее личный ключ и соответствующий сертификат открытого ключа. То есть, формально он приходил туда, как в регистрационный центр. То есть, это все, на самом деле, вопрос... Вы знаете, я знаю еще несколько примеров, я знаю еще несколько примеров выдачи квалифицированной подписи за рубежом, как бы квалифицированной подписи нашим гражданам, да, например, в Грузии и и так далее, для потом последующего банковского взаимодействия. Это такие действия, как правило, полностью противоречивающие закону. Ну, значит, мой пример был неудачный. Спасибо. Еще вопросы зала. Скажите, пожалуйста, вы рассматривали вариант идентификации из границ по загранпаспорту, то, что разрешено законом, и в рамках госключа это используется такая возможность, но удостоверяющим центрам пока вот не предоставили доступа к этому средству проверки персонально. То есть вы имеете в виду через госключ с использованием паспорта заграничного, с чипом и с использованием вот этой вот идентификации, да? Да, это первый вариант, оно как бы реализовано. Не знаю, это технология, которую, на мой взгляд, следует согласовывать с регулятором. Ну, поскольку вообще говоря еще вот этой практики широкой вообще нет, и сейчас это в некотором смысле, так сказать, предварительный доклад, о том, что можно, что нельзя. Ну, не могу ничего сказать, поскольку, ну, лично я отношусь категорически отрицательно к этой идее, потому что идея фотографирования себя на фоне паспорта, даже заграничного, на мой взгляд, достаточно опасная затея по мере и возможностям подделки, потому что это не заменяет личной явкой и личной идентификацией. Ну, на мой взгляд. Спасибо. Спасибо. Коллеги, мы сейчас еще раз посудили возможности там частных решений, связанных с проблемой трансграничного и юридически значимого взаимодействия и увидели еще больше проблем, чем нам показал первый доклад. И сейчас двигаемся в сторону все-таки международных организаций и начало какого-то международного, наднационального, разумного регулирования этого вопроса. И большой опыт по такого рода нормативному регулированию накоплен в Евразийской экономической комиссии. И Юрий Вадимович Харахордин нам сейчас об этом поведает. Я думаю, это будет полезно для нашей темы очень. Просим. Юрий Вадимович, тайминг. Докладин будет посвящен новому документу, который у нас появился в нормативно-справочной базе, так сказать. На данном слайде представлены основные нормативно-правовые документы, которые у нас за этот период были созданы и утверждены. Прежде всего хотел бы напомнить, что в договоре о Евразийском экономическом союзе у нас существует определение трансграничного пространства доверия, которое является совокупностью правовых, организационных и технических условий, согласованных государственными членами с целью обеспечения доверия при межгосударственном обмене данными, электронными документами между уполномоченными органами. Но также в этом году у нас данное понятие расширяется. Сейчас на стадии ратификации находится большой третий протокол договора о Евразийском экономическом союзе. И к трансграничному пространству доверия также добавляется фраза, а также между хозяйствующими субъектами и уполномоченными органами в процессе составления управления, отправления, передачи и получения электронных документов, информации в электронном виде. То есть добавляется так называемое B2G взаимодействие. Среди данных нормативно-правых актов особенно хотелось бы, наверное, отметить прежде всего 125-е решение. Это положение об обмене электронными документами, которое регламентирует G2G взаимодействие. Основной стратегический документ – стратегия развития трансграничного пространства доверия и требование к созданию и развитию функционирования трансграничного пространства доверия решения НОИМОК-96. И новый документ, который, как видите, совсем недавно был принят, документ, которому, собственно, и посвящен мой доклад – это правило признания электронных цифровых подписей при B2G взаимодействии. Принят 22-го августа решением коллегии номер 120. Вот только 23-й. 23-й, там у вас 22-й был написан. А, 20-й. Спасибо. Наряду с такими функциональными, фундаментальными ранее разработанными документами, как стратегия развития трансграничного пространства доверия и требования к созданию развитию и функционированию трансграничного пространства доверия. Также появился новый, определяющий дальнейшее развитие трансграничного пространства доверия. Документ – это, прежде всего, концепция трансграничного информационного взаимодействия, которая определяет общие подходы к реализации информационного взаимодействия при B2B и B2G взаимодействиях. Основные механизмы идентификации субъектов, общие принципы использования элементов трансграничного пространства доверия для обеспечения информационного взаимодействия. Данной концепцией установлен набор механизмов обеспечения информационного взаимодействия как в рамках отношений B2B, так и в рамках отношений B2G. Механизмы для B2G представлены на слайде, и для B2G также определено, что эти механизмы реализуются элементами трансграничного пространства доверия, которые должны соответствовать требованиям к созданию и развитию функционирования трансграничного пространства доверия, утверждаемым Евразийской экономической комиссией. Среди механизмов обеспечения информационного взаимодействия можно увидеть такие механизмы, как создание и проверка ЭЦП электронных документов, обеспечение их неотказуемости, проверка полномочий субъектов, предоставление меток времени и прочие механизмы. В связи с этим естественным образом возникает вопрос, а как при этом обеспечить взаимное признание по трансграничным информационным взаимодействиям и как именно в этом случае должна выполняться проверка ЭЦП. Для ответа на данные вопросы и разработан наш документ. Но прежде чем переходить непосредственно к вопросам признания ЭЦП при B2G взаимодействии, хотелось бы напомнить, как осуществляется трансграничный обмен электронными документами в рамках G2G взаимодействия. Данный процесс регламентирует решение номер 125. Как видите, процесс осуществляется последовательно, когда электронный документ, проходя через от отправителя, проходя через ДТС, электронный документ получает сразу квитанцию ДТС отправителя с подтверждением подлинности данного электронного документа. ДТС получателя получает этот электронный документ с квитанцией и, соответственно, сразу признает подлинность этого электронного документа и выпускает в свою очередь квитанцию ДТС получателя уже на той криптографии, которая будет получателем, соответственно, принята. И уже получатель проверяет квитанцию ДТС получателя для подтверждения подлинности электронного документа. Это то, как сейчас, скажем так, устроен процесс G2G взаимодействия. Взаимодействие B2G и B2B отличается от G2G. И при регламентации данных видов взаимодействия сталкиваемся с набором особенностей, которые, собственно, указаны на слайде. В целом есть общий концепт среди государств-членов, что признание ЦП должно обеспечиваться за счет использования сервисов доверенной третьей стороны. При взаимодействиях вида B2B и B2G данные взаимодействия очевидно должны быть иными. В рамках регламентации этих принципов взаимодействия должны быть разработаны правила признания ЦП в электронном документе и обеспечения юридической силы электронных документов. Собственно, наши правила. Подчеркнем, что данные правила регламентируют именно признание ЦП в рамках B2G взаимодействия. Базовое положение данных правил представлено на слайде. Если мы на эти положения посмотрим, то увидим, что они в целом повторяют принципы, принятые при G2G взаимодействии. Механизм признания ЦП также основан на использовании службы доверенной третьей стороны. Доверенные третьи стороны выполняют проверки ЦП электронных документов и формируют квитанции с результатами данных проверок, которые подтверждаются квитанцией ДТС и электронный документ с данной квитанцией признается равнозначным электронному документу, подписанному ЦП юридического лица. Соответственно, необходимо только определиться, как необходимо взаимодействие с ДТС, то есть кто, когда и как это должен делать. Мы рассматривали множество схем взаимодействия, но в итоге свели все в целом к классической схеме, когда отправитель, юридическое лицо, хозяйственный субъект формирует электронный документ, который необходимо отправить в полномоченный орган другого государства члена. Уполномоченный орган получает этот иностранный документ, отправляет его через интегрированную платформу интегрированной системы Евразийского союза, та в свою очередь отправляет службу доверенности этой стороны и взаимодействие между доверенными этими сторонами обеспечивает то подтверждение подлинности электронного документа, которые, соответственно, результаты которого передаются у полномоченный орган, тем самым обеспечивается проверка подлинности электронного документа. Более подробно данная схема, представленная на данном слайде, происходит то же самое. Интеграционная платформа – это совокупность интеграционных шлюзов Евразийской комиссии. Когда интеграционный шлюз получает иностранный электронный документ, она обращается к ДТС. ДТС формирует соответствующий запрос к ДТС другого государства-члена и также через интеграционный шлюз, соответственно, направляет его в интеграционный шлюз государства-отправителя. Интеграционный шлюз государства-отправителя передает данные в ДТС, ДТС проверяет подлинность электронного документа ЦП и, соответственно, также начинает обратную передачу в государство-получателя. Соответственно, ДТС, получая результат от ДТС государства-отправителя, выдает квитанцию, подтверждающую подлинность этого электронного документа и также через интеграционный шлюз данная информация поступает в выполномоченный орган. Немного коснемся структуры формата электронных документов, ЭЦП которых ДТС может проверить в рамках B2G взаимодействия. Если вспомнить решение 125, то у нас в рамках общих процессов есть такая сущность в рамках интегрированной системы Евразийского экономического союза, используется формат документов XML и, соответственно, регламентированы также подписи в XML-формате. Для B2G, как упоминалось ранее, ситуация другая. Мы, как комиссия, не можем установить какой-то единый формат электронных документов для государств-членов, поскольку формат документов определяется тем, как и для каких целей его используют субъекты взаимодействия. Очевидно, что в рамках B2G могут использоваться как структурированные документы типа XML, JSON, так и не совсем структурированные PDF, DOC, а могут в каких-то случаях использоваться и совсем не структурированные документы наподобие скана в JPEG или PNG. Поэтому в рамках правил для B2G не задается какая-то специализированная структура электронного документа, тело документа может быть любым. Определены лишь базовые требования к формату ЭЦП, чтобы зафиксировать, как именно будут передаваться электронные документы ЭЦП на уровень службы ДТС. Правилами определено, что для ЭЦП можно использовать формат CMS либо CADES, то есть формат, используем которых можно формировать ЭЦП для любого структурированного и не структурированного документа. В итоге стандарт DVCS стал технологической основой для наших правил, прежде всего потому, что результаты проведенного исследования показали принципиальную возможность использования данного стандарта. Стандарт DVCS регламентирует процессы проверок ЭЦП, созданных в двоичном формате. И в приложении 2 правилам сформулированы требования по заполнению полей DVCS запросов и квитанции для условий реализации B2G взаимодействия в рамках Союза. Это то, что, соответственно, включает наш недавно принятый документ. Из последующих действий, которые планируются в рамках трансграничного пространства доверия осуществлять, это прежде всего модернизация доверия на третьей стороны комиссии экспортного варианта ДТС для реализации правил B2G взаимодействия. Это разработка и утверждение архитектуры второго этапа развития трансграничного пространства доверия, который у нас включает прежде всего B2G взаимодействие. Также разработка и утверждение требований к созданию и развитию функционирования трансграничного пространства доверия для B2G взаимодействия. И в дальнейшем разработка утверждения порядка разрешения конфликтных ситуаций при трансграничном обмене электронными документами. И уже затем регламентация механизмов проверки ЦП в иных форматах, например, XML-VD-SIG, XADES, PADES и тому подобное. У меня все. Спасибо. Благодарим. Благодарим, Юрий Вадимович. У нас осталось время для вопросов, желающие задать. Присутствуют в зале? Здесь есть. Да, разрешите вопрос. Извините, пожалуйста. Даже не в зале. Из зала можно? Вопрос. Скажите, пожалуйста, для сохранения конфиденциальности документа допускается передача хэш на сервер проверки подписи или нет? Вы знаете, мы в рамках соответствующей рабочей группы обсуждали такой вариант. И с учетом того, что передача хэша документа соответственно не обеспечивает подтверждение подлинности электронного документа, то передача хэша соответственно рабочей группой была отклонена. Поскольку передача хэша, она прежде всего скажем так, подтверждает не подлинность электронного документа, а подлинное наличие данного документа. Спасибо. Юрий Вадимович, разрешите. Я представляю оперативно-аналитический центр при президенте Республики Беларусь. Это регулятор в сфере технологии электронной цифровой подписи. Юрий Вадимович, я вам задам несколько провокационный вопрос. А как вы считаете лично, технология признания электронной цифровой подписи посредством ДТС, она вообще заработает в евразийском нашем экономическом сообществе или нет? Поясняю. В 2014 году, в сентябре месяце, была принята концепция. С этого времени у нас разработано порядка, наверное, 15 документов, составляющих право Евразийского экономического союза. То есть вроде как бы созданы все правы, организационные и технические условия для этой технологии. Но вот крайний слайд, который вы показывали, мы опять еще будем разрабатывать и архитектуру второго этапа стратегии трансграничного пространства доверия до требований и так далее и тому подобное. С 2015 года, ну могу чуть-чуть ошибиться в дате, посредством обмена средствами криптографической защиты информации у нас успешно электронные цифровые подписи, электронные подписи признаются в рамках электронных торговых площадок. Вот. Если можете, прокомментируйте. Если нет, или это в целом вопрос к залу. Спасибо. Конечно, я прокомментирую. Коллеги, действительно, у нас Евразийскому экономическому союзу в следующем году исполняется 10 лет. За этот период у нас создана как большая нормативно-правовая база в рамках трансграничного пространства доверия, так и соответствующие технические решения, которые неоднократно проходили тестирование и доработки. Тот же ДТС, который в рамках интегрированной системы был разработан, наверное, на текущий момент это версия, наверное, 3 или 4. Вот. Что по поводу ответа на вопрос заработает ли электронно-цифровая подпись, ну, хочу сказать, что мы все, соответственно, работаем для этого. В настоящий момент проходит вот онлайн, у меня даже в смартфоне осуществляется переписка в соответствующем канале, «Телеграмм», проходит тестирование общего процесса номер 55. Это общий процесс, который регламентирует электронный документ оборот между уполномоченным органами государств-членов, в том числе с Евразийской экономической комиссией. То есть это электронный документ и документ оборот юридически значимый при G2G взаимодействии. И мы планируем, что до конца года этот общий процесс тестирования будет закончено и общий процесс будет введен в действие хотя бы несколькими готовыми к этому моменту странами. Благодарим за ответ и нам надо двигаться дальше. Благодарим, Юрий Вадимович. Да, позвоним. Еще один и все, потому что еще несколько докладов впереди. Спасибо. Спасибо большое. У нас не надо с компаниями. У меня вопрос может звучать немножко наивно, но не будет. У вас мы проходит для этого очень значимое место находится в ДТС доверие третьей стороне. Но вспоминаю с коллегами, но не одной доверие третьей стороне таковое сложное сравнение. Есть или нет? Нет еще. Можно позволю не согласиться. Нет еще в Российской Федерации. Да. Коллеги, в рамках Евразийского экономического союза доверенная третья сторона создана, во-первых, в Евразийской самой комиссии, создана в Республике Казахстан, создана в Республике Беларусь, также в Республике Армении развернут ДТС на основе решения Евразийской экономической комиссии. Поэтому доверенные третьи стороны в рамках нормативно-правых актов Евразийского экономического союза созданы. Более того, они в настоящий момент проходят опытную эксплуатацию и до конца года планируется введение в постоянную эксплуатацию удостоверяющего центра службы ДТС и доверенные третьей стороны Евразийской экономической комиссии. И очень хороший вопрос, потому что у нас переводится к следующему докладу. Спасибо. Мы сейчас от практических проблем, которые пообсуждали, продвигаемся немножко к теории, потому что необходимо, все это надо как-то систематизировать, и поэтому мы сейчас заслушаем доклад Сергея Анатольевича Кирюшкина, который нам в принципе расскажет, что такое ДТС, что это за зверь такой, и в какой стадии формирования теоретически и практически он на сегодня существует в тех или иных форматах. Спасибо большое, Алла Александровна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Алла Александровна, я все-таки поправлюсь, чтобы рассказать, что это за зверь такой, 15 минут не хватит. Вот поэтому будут частные вопросы. Коллеги, в качестве предисловия следует разделять, задавая вопрос вот сейчас Сбербанк, есть ли ДТС в стране, про Россию был вопрос, есть ли аккредитованные ДТС, статья 18.1 63-го федерального закона называется доверенная третья сторона, статья 18.2 называется аккредитация доверенной третьей стороны, то есть по крайней мере на уровне статей эти понятия разделены. Есть в законе упоминание о том, где требуется конкретно аккредитованная третья сторона, и это прежде всего статья 7, которая про трансгран. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Значит, да, еще одна маленькая преамбула, главное тут не злоупотреблять своим временем в преамбулах. Значит, доклад программному комитету поручил сделать Константин Валерьевич. В процессе работы программного комитета мы провели исследования и, собственно, это результат этих исследований. не было еще ничего сказано про то, кому вообще это нужно, хотя вопрос от Сбербанка, он сам показывает, что нужно. Вот на этом слайде представлены некоторые экономические параметры того, что позволяет перевод в безбумагу трансграничной торговли. Трансграничная торговля, естественно, это не единственное приложение для применения технологий взаимного признания электронных подписей, но оно такое яркое и понятное, кроме того, пилотные проекты, о которых рассказывал нам Федор Вадимович Новиков, они были посвящены именно трансграничной торговле. Значит, цифры эти от международных организаций, да, я их перечитывать не буду, эти цифры, там и проценты, да, вы их видите на слайде. Есть подготовлена большая статья именно по экономическим аспектам безбумажной торговли, она уже вышла, хотя номер журнала налоговая политика и практика октябрьский написана, но уже статья вышла, по крайней мере авторский экземпляр у меня есть, можно там это поподробнее смотреть. Значит, цифры здесь одной нет, яркой, понятной, я, может, забыл ее просто привести, она звучит периодически, значит, по оценкам бизнеса, который, значит, трансграничной торговлей занимается на направлении России в Беларусь, возможность перевести в безбумагу ту торговлю, которая существует сейчас, только на этом направлении, Россия, Беларусь, да, позволила бы бизнесу экономить ежегодно сотни миллионов рублей, да, это как бы на одном только направлении, да, не самом экономически насыщенном. Значит, когда мы готовили, вообще размышляли над темой, актуальные проблемы, значит, прям программный комитет сказал бы их очень много, да, и вот первые-то вот, вот, вот прям они тут по порядку важности перечислены, да, но я среди них выделю то, что посерединке стоит, да, перечитывать, опять же, я все не буду, многие из них уже прозвучали эти проблемы, значит, Алла Александровна, это вот про зверя целиком, да, вот, а мне надо время найти, только рассказать про то, как услугу подтверждения действительности иностранной электронной подписи может оказывать аккредитованный удостоверяющий центр, и почему у нас вопрос именно так стоит, потому что упомянутые, неоднократно новеллы, которые с 4 августа вступили в силу, значит, 457-й федеральный закон, поправивший 63 ФЗ, ввели четвертый пункт, который, кстати говоря, в этом смысле не отличается от третьего пункта, потому что в третьем пункте, где про международный договор, там тоже упомянут аккредитованный УЦ, но там международный договор, а в перечне проблем, там, на последнем месте прочитали, вы видели, а будет ли он вообще когда-нибудь, да, вот, мы все надеемся, что будет, и стараемся, прикладываем все усилия, вот, поэтому, когда, значит, появилась возможность регулировать порядок признания на уровне соглашений сторон, и, значит, это можно делать также, кроме аккредитованной доверенной третьей стороны, вот тут именно, коллега из Бербанка, тут именно про аккредитованную, да, речь идет, но также после запятой аккредитованную удостоверяющий центр, интерес сразу же получил большой всплеск к этому, да, как аккредитованный УЦ может оказывать эту услугу, да, в рамках соглашений, вот, ну давайте посмотрим, значит, что тут мы наисследовали, значит, по ДТС, вот если, да, круг здесь взят как, значит, символ того, что это пространство полное, да, это полное пространство, да, вот если посмотреть, значит, про ДТС вопросов не возникает, ну, курси вам то, что я уже сказал, да, вот, что у нас формирует полное пространство, статья 18.1 про ДТС, там описаны функции, требования, в том числе требования по безопасности, статья 18.2, там написан порядок аккредитации, и приказ ФСБ номер 556, который определяет требования к программно-аппаратному комплексу доверенной третьей стороны, про этот приказ, в педесне проблемных вопросов, тоже был вопрос, кто внимательно прочитал слайд, вот, а откуда там вообще изначально взялся аккредитованную Ц, статья 13, которая описывает функции удостоверяющего центра, вот, ну, на первом месте понятное совершенно, что он сертификаты издает, да, а вот если дойти до девятого пункта, то мы увидим, что он осуществляет по обращениям участников электронного взаимодействия проверку электронных подписей, вот, мне очень понравился тут оборот одного из коллег, который сказал, ну, многие из нас тут помнят еще один ФЗ, вот, там было написано, в один ФЗ, вот в этом пункте было написано, в отношении сертификатов, изготовленных этим удостоверяющим центром, вот, атовизмы вот этого хвостика, который в 63 ФЗ отрезали, они остались, мы, кстати, их сегодня увидим, вот, а также смотрите, вот, на самом деле, то, что сегодня Константин Валерьевич сказал, тоже очень понравилось, даже там в каналах цитаты пошли, значит, Константин Валерьевич сказал приблизительно так, я пропагандирую, там, развиваю ДТС, да, вот как технология, да, и вот если посмотреть на эти два пункта, то, вообще говоря, в статье про функции удостоверяющего центра написано про ДТС, особенно 10, да, иную, связанную с использованием электронной подписи, вообще, открытое множество. Так, значит, одним словом, 13-я статья, где функции описаны, она дает возможность аккредитованному ЛЦ оказывать услугу по проверке электронных подписей вообще, и следовательно, иностранных и выполненных на основе международных стандартов, именно так гласит заголовок седьмой статьи, вот, позволяет, поэтому и в седьмую статью это все перекочевало, то есть теоретическая возможность есть. А теперь опять вернемся к полноте, да, 13-я, 15-я, 16-я статьи, это функции УЦ, аккредитованный удостоверяющий центр и аккредитация УЦ. И 796-й приказ это требования к средствам удостоверяющего центра, средствам электронной подписи, то есть там бы надо найти требования к тому, как программно-аппаратный комплекс удостоверяющего центра реализует функцию по проверке подписи. Ну вот, там этого нет, одним словом, там этого нет, поэтому в отношении аккредитованного УЦ это не полное множество, да, вот мы видим сегмент, который вырезан. Что это означает? Что существующие аккредитованные удостоверяющие центры эту функциональность, кстати, после 4 августа, я вот, наверное, не ошибусь, еще не аккредитовался никто по новой, не переаккредитовался, да, поэтому это можно смело утверждать, что при аккредитации удостоверяющие центры эту функциональность не заявляли так как, первое, не было в этом необходимости, ну потому что раньше был международный договор барьером, да, не было необходимости заявлять функциональность по проверке подписи, значит, в составе аккредитованного УЦЕПа, потому что не было такой необходимости. Вот, и второй пункт, к ней не было требований в 796 приказе, ну и нет, на самом деле, значит, у регулятора нет требований к этой функциональности в составе программного аппаратного комплекса удостоверяющего центра. вот, а теперь посмотрим приказ, в соответствии с которым пишется регламент аккредитованного удостоверяющего центра. Значит, это 584 приказ мин цифры, там сказано, что в разделе, который описывает функции удостоверяющего центра, должно быть описано все, что в 13-й статье, а значит и процедура проверки. В регламенте это должно быть описано. Ну, на самом деле, пока все равно не удивляемся этому, потому что все пишут по 584 приказу свои регламенты, ну, порядок, оказание услуг, аккредитованную муци. 584 приказ даже детализирует, что в разделе, который касается порядка и сроков выполнения процедур, то есть и процедуры проверки подписи, необходимо в том числе описать прям процедуру подтверждения действительности электронной подписи. это прям там сказано. Надо ее описать в регламенте, который мы сдаем Минцифру при аккредитации. Что имелось в виду до 4 августа, когда на это, наверное, не так аккредитованные УЦ при аккредитации внимательно смотрели. Условная процедура разбора конфликтных ситуаций имелось в виду. То есть, когда, да, к тебе придут за проверкой подписи и принесут тебе документ, принесут тебе электронную подпись, сведения о ней, сертификат, возможно, какие-то метаданные, подтверждающие время подписания. Это все важно, да. Вот эта табличка, я ее перечитывать не буду, я ее построил по принципу, чего подавалось и имелось в виду под процедурой пророки подписи, может иметься в виду тогда, когда это выполняется в автоматизированном режиме с участием человека, и то, что под эти требования, под описание этой процедуры вполне можно описать в регламенте то, как это делается в автоматическом режиме при помощи сервиса валидации. Перечитывать не буду, времени не хватает, табличка есть, презентация будет. Так, смотрите, с левой стороны скриншот из телеграм-канала PKI Club был опрос, кто из значит, профессионального сообщества хочет аккредитоваться как ДТС. 36 процентов, да, из, ну там, 63 планируем аккредитоваться как облачный удостоверяющий центр, а 36 как аккредитованный ДТС. Почему я тут этот скриншот привожу? Потому что это означает, что это значит, аккредитованные УЦ, которые хотят оказывать услугу проверки подписи. И пока они не могут аккредитоваться как ДТС, они смотрят в сторону оказания этой услуги под флагом аккредитованного УЦ. Вот, значит, вот в конце вопрос, а что должно быть тогда под капотом? Где это взять, если у нас диаграмма круговая, выколота, там не написано, что под капот положить? Вот, значит, спасибо ФНС России, они опубликовали свои методы рекомендации, в которых написано, что может быть под капотом в соответствии с их методорекомендациями. Значит, приложение 6 методорекомендациям содержит вполне конкретные разделы, значит, требования к формату квитанции, структура квитанции приведена, сообщения об ошибках расписаны подробно и даже пример возможной визуализации квитанции. Выводы. Первое. Аккредитованный УЦ, реализующий сервис проверки электронной подписи, описанной в логике приказа Минцифры 5.8.4 и содержащий под капотом решение, которое соответствует методорекомендации МФНС России, является аналогом ДТС по факту. Вот это очень важно, что не до юра, а по факту. Второе. Единственной серой зоной в такой реализации является подсистема проверки электронной подписи программно-аппаратного комплекса УЦ, которая не проходит какую-либо оценку соответствия. Это, однако, ничему формально не противоречит. Но ее, вот эту серую зону, надо минимизировать для обеспечения качества услуг. А сейчас я привязываюсь к ключевой дискуссии. В существующих условиях, а также с учетом мнений, высказанных на ключевой дискуссии, решением близким к оптимальному, я очень осторожно к этому термину отношусь, оптимальный, близким к оптимальному, потому что оптимальное это аккредитованное ДТС. Решением близким к оптимальному является использование в этом случае решений прошедших тематические исследования на соответствие требованиям приказов ОСБ номер 556. Спасибо, доклад закончил. Сергей Анатольевич, вот такое у меня желание, хочу попросить Константин Тольча, Константин Валерьевич, прокомментировать, очень коротко прокомментирую, откуда в части 4 статьи 7 взялся аккредитованный удостоверяющий центр. Как упомянул Федор Новиков, мы достаточно долго прорабатывали формулировку части 4, и ключевые слова в части 4, они не те, которые выделялись в докладах и Федора, и в вашем, и Сергею Анатольевичу, там ключевые слова следующие, что эти соглашения, они действительны для правоотношений, возникающих в отношении субъектов, которые заключили соглашение, то есть те, кто находится вне периметра этого соглашения, они не признают подпись и не обязаны ее признавать, это первое. Второе, естественно, существует самый простой способ заключения соглашений между взаимодействующими сторонами, это когда сертификат для них выпускает единую индустрияющий центр. Как только сертификат выпускает единую индустрияющий центр, мы просто обязаны были включить среди проверку вот это условие заключения соглашения, собственно, аккредитованный индустрияющий центр, что мы, собственно, и сделали, и мы это делали совершенно сознательно с коллегами из ФНС, с коллегами из Минцифры, то есть понятно, что определенные недоговоренности есть, Ирина Анатольевич, правильно вспомнили формулировку первого федерального закона, и там действительно она была более точная. Здесь, ну, из-за, так скажем, особенностей юридической техники этого сделано не было, но смысл включения аккредитованного УЦ в частью четвертой именно в этом, что соглашение, оно всегда локально, в отличие от международного договора. В международном договоре мы признаем подпись на всей территории Российской Федерации, в соглашении только между участниками соглашения. И прошу обратить внимание, какую политику проводит Федеральная налоговая служба. Обратите внимание, что все пилотные эксперименты относятся к отношениям B2B, B2B. То есть это как раз те отношения, где методы и способы признания электронной подписи гораздо более широкие, чем в отношении к G2G и B2G. И дальше после этого, после проведения экспериментов Федеральная налоговая служба издает методические рекомендации. И обращаю внимание, что в соответствии со своими полномочиями признавать, не признавать юридическую значимость тех документов, в которых обмениваются субъекты хозяйственной деятельности B2B. Это уже полномочия непосредственно Федеральной налоговой службы, которые вытекают из гораздо более широкого круга правоотношений и широкого круга их полномочий. Они уже сами определяют, насколько действительны будут те документы, которые им принесли на подпись. Это, хочу подчеркнуть, это один из способов продвижения, нашего продвижения в части признания электронной подписи. Мы благодарны, что Федеральная налоговая служба идет этим путем и те практики, которые получили подтверждение эффективности и безопасности, мы потом привносим в закон, что мы сделали в части 4 ст. 7. Спасибо большое. Благодарю, Константин Валерьевич. Я, видимо, неспроста обратилась к вам по имени отчеству министра юстиции, потому что у меня тоже мой юридический мозг взрывается с точки зрения юридической техники, когда одно и то же лицо и выдает подпись, сертификат, грамотную формулировку будем использовать, и это же юридическое лицо проверяет. Это недопустимо, на мой взгляд, но это мое частное мнение. А теперь, Сергей Анатольевич, я хочу занять ваше место. Да, сейчас у нас еще какой-то вопрос? Это мысли-слух, туда пока, да? Хорошо. А вот сейчас расскажу. А сейчас расскажу. А тут я след за Александром Павловичем, за Сергеем Анатольевичем скажу, что доклад мне поручили. Правда, не Константин Валерьевич, а программный комитет. Получилось так, что мой коллега, наш коллега из Белоруссии, Владимир Комиссаренко, заявился с докладом о гармонизации законодательства российского и белорусского с точки зрения трансграничного взаимодействия. И, соответственно, меня как юриста попросили к нему подключиться и сделать из этого частного вопроса что-то более универсальное, что было бы интересно широкой аудитории, присутствующей на форуме. Но этим мы последние три недели с Владимиром и занимались, много спорили. Вот Сергей Анатольевич, он хитрый, он сказал, что этого зверя нельзя писать за 15 минут, а я вынуждена это сделать. Вот поэтому то, к чему я сейчас прикасаюсь, это глобальнейшая история, она требует огромной напряженной работы незаурядных юристов, незаурядных инженеров и криптографов. И поэтому тут смешение терминологий, профессий и вот имеющие уши да услышат. Что такое трансграничное электронное юридически значимое взаимодействие для меня, как для юриста? Так, это у нас вот так листается. Вот так. Все очень просто. Я это не придумала из головы, вернее, я это придумала из головы, конечно, но придумывалось это в течение последних 10 лет и не мной одной, а всеми нами, многими здесь присутствующими. И теперь это даже начинает оформляться нормативно в ряде документов, высокоуровневых, низкоуровневых. Для меня юриспруденция это схемы, которые так или иначе друг с другом взаимодействуют. Нет схемы, нет полноценной нормы права, поэтому появляются смайлики, как подтверждение под заключение договора и так далее. Когда в голове есть схема, смайлики не появляются. Есть разные системы права в Америке одно, здесь другое и в принципе Верховный суд принявший такое решение. Ну, ладно, есть вопросы. Чтобы обеспечить, вот сейчас не буду доказывать и ни на что ссылаться, ни на какие нормы, ГОСТы, статьи, законов, я просто не успею это делать. Это и многие здесь присутствующие, они знают. Что такое трансграничное пространство доверия? Это совершенно новая правовая категория. Она зародилась потому, что появились новые правоотношения, которых и эти новые правоотношения требуют совершенно новых подходов юридических для соврегулирования. Чтобы осуществлять международное взаимодействие в электронной форме, старые институты международные странами. Потому что люди ездят, как мы это услышали, люди работают, люди осуществляют поставки и работать надо. И появляется новый правовой институт – трансграничное пространство доверия. Он состоит из технических, организационных и правовых моментов. Что такое технологические условия? Это построение эквивалентного уровня надежности в тех странах, которые решили играть в эту правовую игру «Трансграничное пространство доверия». Термин этот из ГОСТов. Он звучит в ряде документов международного уровня. Что это значит? Значит, для того, чтобы работать на международном уровне со своей электронной подписью, твоя электронная подпись должна соответствовать каким-то определенным минимальным требованием. Но если ты работаешь в ППА на Папирусе и длинные дощечки, условно говоря, ты просто не идешь играть в «Трансграничное пространство доверия». Ты должен организовать у себя электронную подпись определенного уровня. Как ты ее организовываешь? С помощью своей криптографии, с помощью ввозной криптографии. Это личное национальное дело, это вопрос твоего национального суверенитета. Никто в это не влезет. Ты должен подтвердить, что твоя подпись достаточно подлинная, белорусский мой коллега использует термин легитимна, не легитимна, а подлинная, что она достаточно подлинная. Вот, собственно, и все. То есть, ты должен, во-первых, сделать крепкую подпись, во-вторых, ты должен обеспечить достойную выдачу этой подписи своим гражданам. То есть, если у тебя недостаточно отрегулирован правовыми средствами механизм выдачи подписи, у тебя там мошенничество и так далее, тоже, ты не создашь той необходимой платформы, которая обеспечит надежное юридически значимое международное взаимодействие. Вот две таких вещи. Надежная подпись и ее надежная выдача. Она лежит в основе трансграниченного пространства доверия. Это такие простые технологические условия. Говорю совершенно примитивным языком, потому что, если я буду погружаться, я ничего не смогу объяснить. Дальше идут организационные условия. Я специально не использую термин ДТС, потому что есть раздвоение, есть технология ДТС, есть правовое понятие ДТС, которое мы с дуру ввели в наш национальный закон, и я к этому причастна. У нас есть из-за этого определенные терминологические проблемы. Но, открыв наш национальный закон, термин и определение, мы сразу видим, что доверенная третья сторона это не технология, это организация. На международном уровне используется термин операторы, национальные операторы международного электронного взаимодействия. ДТС это и есть национальные операторы, то есть субъекты права, которые наделены полномочиями подтверждать национальную подпись. И техническими, и главное юридическими. Они имеют соответствующий юридический статус, выданный государством этой структуре, после того, как она прошла серьезнейшую проверку, то есть аккредитацию соответствующего регулятора. Там, допустим, в рамках ООН их называют операторы безбумажной торговли. Ну вот мы называем из себя ДТС. Это все одно и то же, это про одно и то же. И второе, о чем мы еще не говорили, но мы об этом будем говорить следующие 10 лет очень серьезно и во всех международных форматах, которые существуют или будут существовать заново. Чтобы эта история о трансграничном пространстве доверия поехала вперед, одних операторов национальных мало. Должны создаваться коллегиальные органы международные, куда будут входить представители тех стран, которые в трансграничном пространстве доверия участвуют. Этот орган тоже должен иметь статус, и он должен иметь право делать две вещи. Создавать стандарты для трансграничного пространства доверия, как технические, так и правовые. И второе, он должен обладать контрольными функциями. Этот орган должен иметь право по соответствии со своими регламентами создавать соответствующие комиссии, которые будут выезжать в страны или дистанционно, неважно, смотря по какому вопросу, проверять, насколько государство, которое вступило в трансграничное пространство доверия, поддерживает тот самый эквивалентный уровень надежности, о котором мы говорили на предыдущем слайде. И дальше правовые условия. Это очень старая моя схема. Я думаю, что, если я не ошибусь, ей 8 или 10 лет я ее на форум делала в свое время. Какая правовая конструкция, какой скелет стоит под трансграничным пространством доверия? Есть государства, у меня тут условно их 4 нарисованы, их может быть 2, их может быть 10, неважно. В каждом государстве создается операторы, ДТСы, которые друг с другом взаимодействуют. И дальше все это должно получить правую оплетку, чтобы все документы электронные имели юридическую силу. Между государствами должен быть заключен международный договор. Да, есть частные случаи, да, есть взаимодействие B2B, да, мы можем с кем-то конкретно договориться, все закрыто сделать, как нам нужно. Но это не универсальное решение, оно дорогое, оно мало кому подъемное, оно создает огромные риски. В идеале мы должны прийти к универсальной схеме, которая будет дешевая, удобная, и не надо будет каждому человеку заморачиваться и думать, как мне подтвердить подлинность иностранного электронного документа, который ко мне пришел. И вот для этого нужно соглашение, где будут реперные точки, обозначены и решены. Кто взаимодействует, как взаимодействуют, там должны быть описаны международные структуры и ключевые моменты их взаимодействия. Дальше это договор государственный, международный договор государственного уровня, публичного правового характера. Дальше должны быть заключены договоры частно правового характера международные между этими операторами. То есть друг с другом операторы должны договориться, они мне вам рассказывают, какие между ними шлюзы, какая там применяется криптография, по каким регламентам они друг с другом работают. Это толстенные, серьезнейшие документы, обвешенные огромной технической документацией. И дальше начинается международное взаимодействие, такое, какое оно должно быть. А какое оно должно быть? Эту схему уже под разными ракурсами и картинками мы видели в течение нашей секции неоднократно. У нас как происходит международное взаимодействие? Гражданин, физическое лицо, юридическое лицо пришел в свой удостоверяющий центр в своей стране, не в припосольстве, нигде, просто в своей стране. Пришел и получил электронную подпись. Если государство играет в эту игру «трансграничное пространство доверия», эта подпись имеет определенные степени защиты, и она выдается в справе с проверками и подтверждениями, исключающими мошенничество полностью. Он получил эту подпись и подписал документ в своей стране, и этот документ приходит к оператору, национальному оператору безбумажной торговли, в ДТС, грубо говоря. И этот ДТС не какой-то удостоверяющий центр, а специализированная ДТС, она подтверждает юридическую силу документа страны происхождения. Она проверяет там не только подпись, она проверяет легитимность, полномочия, целостность документа, вообще возможность появления таких документов в его стране. Допустим, там есть страны, где электронное взаимодействие, допустим, при сделках с недвижимостью, вообще запрещены. И может быть документ будет оформлен совершенно правильно, допустим, ну и гипотетически, и подпись там, и документ не искажен, но, допустим, в Германии запрещено делать электронные документы по вопросам с делками с недвижимостью. И ОБТ по юридическому признаку задвинет документ, да мало ли их, это юридический такой бизнес, да, серьезный, который отягощен серьезным технологическим элементом. Но это не деятельность УЦ, там немножко другие компетенции и полномочия. Я сейчас про идеальную картину говорю, потому что пока что на практике ничего нет. Дальше я сейчас свернусь. Время на двоих рассчитано. Я сейчас там сокращу следующие выступления. Хорошо. Я могу, я вообще буду до конца теперь выступать. Я понял, да. В следующий раз поручать не могу. Спасибо. Вот. Я сейчас, конечно, свернусь, я уже практически закончила. Дальше такой апостиль, да, электронный приклеился к моему документу с моей ДТСовской квитанцией. Дальше этот документ с ДТСовской квитанцией прилетел в ДТС другой страны, которая играет на разграниченное пространство доверия. И там к ней приклеился еще документ, который подтверждает не документ иностранного происхождения, он подтверждает подпись, которую поставила ДТС страны происхождения, что документ, подтверждающий исходный документ, тоже легитимен. И вот к конечному потребителю за рубежом приходит документ с двумя квитанциями. По времени это вопрос минут, секунд при правильно организованной технологии. И этот документ при нормально подписанных международных договорах и так далее, он не нуждается в дополнительном подтверждении и соглашении между сторонами. Этот документ просто берется и включается в правовое поле другого государства, предоставляется в налоговые органы, суды и в любые проверяющие структуры, где это потребуется. Вот такова идеальная картина, к которой мы стремимся. Мы прошли сейчас процентов пять этого пути, но мы их прошли. И я уверена, что будем двигаться дальше. А вот сейчас я прошу прощения у коллеги. У Владимира я увлеклась на силу того, что вопрос гармонизации. А не надо гармонизировать законодательство? Законодательство это суверенитет государства, не надо в него влезть. Каждый у себя решит, как ему электронную подпись выдавать и создавать. Но должны быть стандарты. И, собственно говоря, да, модельные законы можно издавать, как это всегда принималось. И потом у себя в стране каждый будет приводить свое законодательство для обеспечения эквивалентного уровня надежности. К определенному уровню. И соответствующие структуры будут это проверять. И вот сейчас Владимира попрошу рассказать, как бы он видел гармонизацию в этой идеальной картине мира. Сближение наших близких народов, братских, когда у нас похожее законодательство, когда у нас близкая криптография. И все это в нашем случае сделать намного проще и быстрее. И это, наверное, первый пилот, который по этой схеме может нормально заработать. И, кстати, соглашение с Россией и Беларусью, которые, как сейчас заявляют, в высокой степени готовности. Там вот есть взаимные визиты. Статья называется, по-моему, да, шестая? Обзорные визиты. Обзорные визиты. Вот это зачатки вот этой международной структуры. Вот. И я думаю, что эту статью-то надо доработать, расширить, углубить и сделать более подробной. Она-то на самом деле ключевая. Александр Александрович, здесь вопрос в том, что вы говорите коллегиальный орган, да? А его на самом деле коллегиального органа в рамках союзного государства не усматривается, да? Во-первых, там же есть структуры союзного государства. Одну из структур можно этим подгрузить, ну, либо создать какую-то специальную комиссию под это дело. На сегодняшний день постоянный комитет союзного государства, на который возлагали какие-то надежды, вот в нормативном правовом поле он, ну, как-то обособленно стоит. А еще нечем, у нас еще ДТС в России не создано, еще вообще не о чем договариваться. Мы на пути. Это то, что... Почему у вас этого нет? Да нет, потому что не было нужно. Это должно быть, мы к этому просто идем. Вот. Тут не претензии. Добрый день, коллеги. Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов этого форума, Сергея Анатольевича лично, за то, что... За что, да? За то, что на этой площадке она дает посыл нам, да, будоражит наши мозги, да, для того, чтобы думать и развивать эту тематику. А именно, вот мы с Аллой готовили этот доклад месяц. У меня лично был в середине пути момент, когда я думал, что у нас ничего не получится. С Ниной Ивановной плодотворно пообщались. Вот. И на самом деле, я сейчас вижу по докладу Аллы и вижу по своему докладу, да, что мы в рамках подготовки обогатили друг друга знаниями и пониманиями, да. Это очень... Вот Нина довольна, Алла, и я тоже улыбаюсь. Потому что мы для друг друга сделали столько открытий, да. Не знаю, как мы выступили, да, но удовольствие мы уже получили, точно. Да, да. Вот. Ну и коль мы с вами такие творцы, на самом деле мы занимаемся творчеством, направленным на внедрение электронной подписи, я все-таки считаю, необходимо было обозначить, а здесь мы будем говорить прежде всего о союзном государстве, да, о братских народах, там, где у нас все... Очень много одинаковое понимание, очень много общего, и это нужно учитывать, да. Поэтому я все-таки начну с того, чтобы давайте вернемся и глубже осознаем цели, для чего мы это вообще делаем, да. Я выделяю три цели, ну, они объективны, банальны, да, но тем не менее необходимо о них говорить, да. Первое – это удобство. Второе – безопасность, надежность, о нем я именно на этом остановлюсь, да, и чтобы оно было недорого, да, для пользователей. По третьему вопросу тут все понятно, да, давайте поймем, что такое удобно, да. Вот как бы я хотел, чтобы у меня работала электронная подпись в рамках союзного государства. А я бы хотел просто, да, что когда я отправляю, подписываю, отправляю электронный документ в предприятие в организацию Республики Беларусь, мне не было разницы ровно так же отправить в организацию России, да, то есть я захожу в СМДО, в нашу белорусскую систему, да, и нажимаю класс «Отправить в авангард», и полетела. Ровно так же и российская организация могла удобно проверить мою подпись, да, то есть она приняла документ, подписан и пошло дальше, да. Это принципиальный наш посыл. Давайте будем это учитывать в своей работе. Далее переходим к раскрытию вопроса о безопасности и надежности. Он более так по-другому называется эквивалентный уровень безопасности. Ну, прежде всего, нужно понимать, что он, по сути, означает, да. Здесь больше звучит вопрос в контекстах безопасной и правильной проверки подписи, но мне как-то подумалось, что еще большее значение играет и вопросы подписания. Если сделать, построить модель, связанную, ну, взаимодействие, там, двух государств, при условии, что в одном из них уровень безопасности ниже, да, то этот уровень безопасности и следующие за этим проблемы, они влекут последствия для другой стороны. То есть если сторона подписала подписью, у которой свойства, там, начиная с криптостойкости, ниже, да, то злоумышленник теоретически может провести атаку, а пострадает в первую очередь проверяющая сторона, которая проверит подпись под неправильными данными, выполнит какие-то действия в соответствии с этим, думая, что все хорошо, да, а потом выяснится, что это реализована атака, и это злоумышленник там подделал подпись, да. Понятно, что это будет разбираться, да, но ущерб будет нанесен сразу, да. Поэтому вот этот вопрос важный, и так на раз-два его не разберешь, но очевидно, что эквивалентный уровень безопасности должен быть. Ну, без терминов определений мы тоже не разберемся, потому что мы будем говорить на разных языках. В это все входит эквивалентное требование к средствам ЭЦП, эквивалентное требование к услугам по распространению ключа проверки подписи, что тоже очень важно. И должны быть, конечно же, близкие, одинаковые подходы в вопросах оценки соответствия всем этим требованиям, да, потому что у разных государств могут быть разные подходы и разный уровень гарантии этой оценки, да. Ну, а также могут быть другие вещи, ну, этот перечень можно расширять. Не буду с терминами определениями здесь ситуация понятная. В России есть свежий стандарт на термины определения, в Белоруссии есть чуть постарше стандарта, да, и в этом направлении можно поработать, и, в общем-то, это одна из задач, да, сблизить понимание этих вопросов. Поговорим, ну, точнее, не поговорим обозначе, потому что говорить тут можно много, вопрос об эквивалентных требованиях к средствах ЭЦП. То есть о чем тут, на что он разделяется, да. Ну, в первую очередь, это, конечно, криптографические алгоритмы, алгоритмы выработки проверки подписей, хэширования, генерации параметров, генерации ключей. В куларах мы тут уже успели поспорить на эту тему, потому что некоторые коллеги заявляли о том, что, так, наши алгоритмы, изложенные в стандартах, они имеют примерно одинаковый уровень криптостойкости, потому что они стоят там на проблеме дискретного логарифмирования, да. Но мы забываем про хэширование. С хэшированием не такая ситуация, да. То есть здесь есть вопросы. Ну и по другим алгоритмам тоже. Ну, безусловно, сюда входят форматы данных, сертификатов, отозванных, протоколы и требования к среде эксплуатации. Тоже важный вопрос. Что касается об услугах распространения открытых ключей, то они тоже разделяются на ряд требований, требования к политике, к программному обеспечению, к защите, защите информации, ответственности, локальным актам. То есть суть состоит в том, что удостоверяющий центр, который как-то там будет аккредитован, уполномоченный и так далее, они тоже должны осуществлять свою деятельность по каким-то эквивалентным правилам. И эти правила должны быть кем-то подтверждены. Соответственно, как этого достичь? То есть я вижу два пути и вижу, что сейчас, в общем-то, решение не принято. То есть первый путь – это всеобщая гармонизация. То есть берем, что есть в России, берем, что в Беларуси и сближаем, да? А второй путь – это принятие единых нормативных правовых документов на основе имеющихся, да? Ну, примером тому у нас, например, является межгосударственный стандарт на алгоритмы выработки и проверки подписи. Можно еще какие-то вводить в этой линейке, да? Что-то межгосударственное, да? И так далее, и так далее. То есть идти по пути единого, да? Ну и потом это уже реализовать. Ну и тут на данный момент, я думаю, что здесь нужно думать, да? Что сейчас, пару слов, имеется в этом отношении в Беларуси, да? Вот в Беларуси у нас есть понятие электронного, ну, некие разногласия, которые надо сближать, да? В Беларуси мы говорим об электронном документе, электронно-цифровой подписи, в России регулируется электронная подпись. Ну, хоть юристы говорят, что в принципе это там похоже и так далее и тому подобное, на самом деле большая разница, потому что все-таки в Беларуси акцент идет на электронный документ и понимать друг друга будет довольно... ну, нюансы есть, да? Ну, например, и в Республике Беларуси нет ответственности за удостоверяющие центры. А это плохо. Вот это уже с точки зрения эквивалентного уровня надежности прокол, да? Да. В Беларуси есть регулятор, это УАЦ, есть оператор проверки подлинности иностранных документов, однако же в законе нету, есть речь о признании сертификатов, но нет информации о юридической силе подлинных иностранных документов. То есть мы это уже обсуждали, что да, окей, мы проверили, документ подписан подлинный по российским алгоритмам, ну и что, да? Ну и подписан, и подписан. Это ровно так же, как у НРСА подписан и так далее, да? То есть юридически это одна и та же история. То есть здесь тоже нужно что-то поправлять нам. Соответственно, есть у нас статья о признании иностранного сертификата, однако она тоже не работающая, потому что один из способов признания иностранного сертификата, это то, что он должен быть, удостоверяющий центр должен быть аккредитован в Республике Беларусь. Ну понятно, что крайне сложно удостоверяющий центр Российской Федерации аккредитовать в Республике Беларусь на то масса причин, которые вряд ли в ближайшее время разрешимы. Этот слайд я хотел удалить о проверке. Сергей Иванович, я забираю немножко минуту. Продолжай рассказ. Ну все-таки побыстрее, Владимир Владимирович. Тут что-то как-то темп немножко. Обыденное... То есть вот даже сейчас было слышно о том, что разное понимание у юристов и у технарей о подписи, да? То есть когда мы говорим о обыденной подписи, мы понимаем, что это тысячи подписей в минуту, да? То есть у нас программное обеспечение проверяет огромное количество подписей, да? Это один нюанс, да? А второй нюанс, когда мы... Возникает какой-то спор по электронной подписи и у нас возникает проблема независимой проверки подписи. И это вопросы разные, да? И здесь они звучали, и они довольно больные, да? То есть зачем нам получать какую-то квитанцию от независимой стороны, что она там проверила подпись, если у сторон нету проблем, да? То есть одна сторона подписала, другая проверила, в чем проблема, да? Зачем тут же обязательно независимую, да? То есть независимая проверка должна работать тогда, когда есть проблема, да? И кто-то должен это оценить. Соответственно, говоря об услугах проверки подписи, надо понимать, что мы все привыкли работать в ситуации, когда электронная подпись проверяется нами самостоятельно. Например, насколько я тут услышал, на данный момент для иностранных подписей, в том числе союзных, такой возможности нет. То есть нужно пользоваться каким-то сервисом, да? Главное, чтобы спецслужбы не пришли, вот как нам Александр Павлович рассказал. Вот так можно все самостоятельно делать, конечно. Но это наша практика, мы сейчас так живем, и спецслужбы не приходят. И в завершении пару слов о сервисах доверенных сторон. У нас сейчас мы видим, и здесь звучит ясно, что у нас в первую очередь есть сервисы удостоверяющего центра, как доверенные. Второе у нас здесь звучит ДТС. Третье, не надо забывать, что когда мы внедряем облачную ЭЦП, это тоже, по сути, доверенная организация, которая нам предоставляет такие услуги. Таким образом, у нас логично, сразу же видно перспективы для бизнеса, да, что нужно создать, возможно, создание одной организации, которая будет предоставлять, и это звучало, и то, что делается в России, да, когда организация занимается как функцией удостоверяющего центра, да, на нее же накладываются функции ДТС, да, ну, ровно так же туда же можно занести облачную ЭЦП, и все это приведет к тому, что когда придумывалась технология электронно-цифровой подписи, когда вот здесь отображена у меня актуальная версия X509, то речь идет и здесь подчеркнуто о взаимодействии открытых систем, об Open System Interconnection, да, то есть всегда мы думали о том, что есть такая проблема открытой системы, где каждый взаимодействует с каждым, и в нее был внесен удостоверяющий центр, и нам это понятно. На данный момент получается такая ситуация, когда мы все это отдадим и УЦ, и ДТС, и облачную подпись, если мы это все отдаем доверенной стороне, как мы сейчас говорим, да, то у нас с точки зрения защиты информации, с точки зрения теории криптографии, меняется схема, меняется модель наша, да, модель становится примерно такая, как на рисунке, и профессиональный криптограф вам сразу скажет, что для этой модели криптография с открытым ключом не нужна, она решается по-другому, более эффективно и достаточно надежно. Поэтому этот аспект нужно учитывать, когда мы меняем модели, возможно, надо пересматривать решения, чтобы соответствовать и выработать надежные требования и удобные. И не буду здесь уже погружаться, да, последний слайд, это проблематика ввоза, вывоза средств ЦП в союзном государстве. Здесь она обозначена, потом нужно посмотреть, да, но надо понимать то, что средства ЦП не решают задачи обеспечения конфиденциальности. Шифрование там используется только для защиты ключей, и с точки зрения импорта и экспорта средств тут другой подход. Понятно, что здесь это тоже звучало, в большинстве случаев необходимо применение шифрования для обеспечения конфиденциальности электронных документов, но это другая история, другая задача, и она на самом деле тоже может быть решена. И в итоге вывод какой я вижу? Вижу то, что даже, вот как я разговаривал в кулуарах по этому вопросу, существует следующее мнение. Например, мнение Станислава Владимировича Кутузова, который услышал концепцию моей доклады, он сказал, ну, Владимир, по вашему пути-то пять лет надо нам трудиться, чтобы дойти до конца, да? Да. Другой коллега из России, компетентный, сказал, да тут нету проблемы вообще, да? Ну, когда вот просто криптограф, а какая проблема, да? Там все признаем, все работает, да? Нету проблемы вообще, да? Мое мнение такое, что при нашей с вами воле все можно сделать за 9 месяцев. Спасибо. На вопрос у нас, к сожалению, у коллеги времени сейчас нет. Вопросы давайте оставим на конец нашей сессии. Кто-то пожертвует, может быть, обедом, чтобы их задать. Вот, а мячик остается на стороне Белоруссии. Мы приглашаем Дмитрия Москалева с докладом о различиях между ДТСами, которые обслуживают уровень G2G, и ДТСами, которые используются в коммерческих целях. Просим. Добрый день, коллеги. С удовольствием могу отметить, то есть первая вообще тема ДТСа, если мне не изменять память, на ПКИ-форуме была озвучена, наверное, лет 5-6 назад. Тогда это скорее было похоже на такой между собойчик инициативной группы, которая в последний день ПКИ-форума за круглым столом, когда все уже устали, половина разошлись, уехали, значит, собирались и друг другу рассказывали, значит, какой дорогой они идут. Там не было ни юристов, как правило, никого. Сейчас с удовольствием отмечаю, что сегодня второй день конференции, да, до обеда время топовое, людей больше, тема всех интересует, и это, честно говоря, радует. Поэтому с удовольствием продолжу, значит, то, что рассказывали предыдущие докладчики, часть они уже рассказали вместо меня. Ну, действительно, за 15 минут трудно очень высказать все, что ты хочешь сказать, поэтому постараюсь коротко. В общем-то, тема моего доклада появилась именно потому, что так как все-таки тема к ДТСу, она стала интересной для всех, у многих сейчас на самом деле каша в голове оказалась по поводу того, что вот у нас уже появилось две сущности, да. Одна сущность – это при взаимодействии между госорганами, которые вот мы строим уже тоже достаточно много, скоро прозвучала цифра 10 лет, да. Вот, это служба, да, или на третьей стороны, которая предназначена для взаимодействия, в первую очередь, G2G. И вторая сущность, которая тоже появилась уже по инициативе, что называется, снизов, мы его называем коммерческий ДТС, который, в общем-то, должен закрыть отношения между участниками документа оборота так ниже, да. Это граждане, это бизнес, ну и все равно оно тоже переплетается, потому что, значит, любое отношение между B2B, да, заканчивается тем, что в G нужно принести отчет или тот документ, который был подписан. Знаете, почему они коммерчески называются? Потому что G2G – это бесплатно. Да, это вот второй момент, да. Вот сейчас мы плавно подходим к тому, чем же они между собой отличаются, и почему схемы их работы принципиально между собой отличаются. То есть в этом смысле можно ли считать чисто B2G, когда я приношу документ, полученный между B2B с квитанцией, и просто нужно, чтобы госорган как бы тоже эту квитанцию принял, да, или я обращаюсь в госорган с документом, подписанный иностранной подписью, и он, значит, при этом обращается в ДТС, чтобы проверить эту подпись. Вот один B2G, а вот другой B2G, да. Вот в этом смысле нам все равно придется решать вот эти вот какие-то тонкие моменты. Именно поэтому вот дальше еще раз я вспомню про порядок, который вот был у нас B2G принят, да. Но в том числе вот вы сейчас видите первый слайд, где я вот на всякий случай напомнил всем, какие у нас бывают подписи, да. То есть простой быватель, когда ему говорят ЭЦП либо ЭП, электронная подпись, он думает, что это одинаковая какая-то сущность, которая в принципе как бы вот ничем не отличается. Оказывается, их много. И вот это вот много, оно тоже накладывает свой отпечаток на электронный документооборот и на работу ДТС, как ни странно. Вот. Поэтому, если мы возьмем службу ДТС, значит, мои слайды, они будут скорее иметь информационный характер, некоторые я буду пролистывать быстро, они же будут потом у нас доступны для скачивания, да. То есть вот в рамках интегрированной системы, вот эта вот схемка, которая, в общем-то, тоже показывает, как все работает, у нас тут есть удостоверяющий центр службы ДТС, который, как сказали в этом году, мы планируем ввести в эксплуатацию вместе со службой ДТС, да. И единая служба, она будет подчиняться единому регламенту, да. При этом каждое государство-член особенно туда придумать ничего не может. То есть все будут работать по единым правилам. И регламент, заметьте, пишет комиссия. Вот если в коммерческом ДТСе каждый регламент пишет свой сам оператор, да, то здесь единый регламент, который распространяется на все ДТСы, в том числе, которые, как нацсегменты, фактически являются оператором и проводником, значит, тех задач, которые им как бы ставят... Юрий Вадимович, а он не согласовывается разве со всеми странами? Он согласовывается. Так что не надо, не надо. Но пишут не операторы, это пишет комиссия, а страны-члены согласовывают. Давайте не бросаться такими этими словами. Мы пошли в процедуру, да. Я сейчас рассказываю принципиальные отличия, чтобы все понимали, как это все работает, потому что это имеет принципиальное значение потом на гибкость того, как могут реагировать операторы ДТС коммерческие на потребности рынка и то, как происходит это все в рамках, значит, службы ДТС. Этот уже слайд повторяет то, что было сказано. То есть вот появилось у нас красненьким вот это вот B2G, да. И мы видели планы комиссии, которые, значит, показывали, как эти документы будут происходить, да. В этих вот планах мы не увидели G2B, потому что если формально читать сейчас вот эту красную строчку, да, то тут между, не при обращении B2G, а между, соответственно, G2B история тоже есть. И она пока даже не решается в рамках службы, да, пока. Мы этого не услышали. То есть это нужно не забывать. Вот. И самое главное на сегодняшний день, 125-е решение, к сожалению, вот этот тот самый XADES, который цепляет часть полей XML, делает невозможным конвертацию данного документа. Это фактически на сегодняшний момент ставит полностью крест попыток использовать вот эту службу без соответствующих доработок, которые, я думаю, будут длиться не меньше 3-5 лет, ну, 2-3, может быть, года, если сильно поднапрямимся, да, для того, чтобы можно было использовать вот эту вот службу ДТС при электронных накладных, где, значит, используется CMS, значит, ЕЦМР, в которых будет использоваться XADES, но там будет структура не 125-го решения, там другой XADES сейчас в рамках пилота разрабатывается, да, про PADES я тоже не говорю. В этом смысле это тоже все должны понимать. То есть вот это основное на сегодняшний день отличие службы ДТС интегрированной информационной системы. Ну, тут те документы, которые утверждены, это, может быть, просто кому-то будет интересно в качестве какой-то справочной информации, потому что на самом деле, несмотря на то, что на сайте комиссии все это есть, но тем не менее лучше, когда можно в одном месте подсмотреть. Тут единственное, нету вот номера решения вот по правилам, которые были недавно утверждены, но оно было на слайде, значит, предыдущего докладчика, который вот в августе месяце приняли, да. Ну и вот в итоге, значит, вот эти вот особенности функционирования я попытался на слайде изложить, да. То есть в этом смысле даже те правила, которые мы сейчас вот приняли и которые так вот очень позитивно воспринял бизнес, да, они на самом деле накладывают серьезные ограничения на участников взаимодействия. То есть эти правила писались под конкретную вот ту самую историю, про которую, значит, было на слайде показано, когда представитель бизнеса просто обращается в госорган, там через его сайт с каким-то обращением, подписав свои подпись. Все. Пока вот только под эту историю, значит, вот планируется дорабатывать службу ДТС. Все остальные истории здесь пока даже не находятся, не говоря уже про истории G2B. Это вот как минус того, что, к сожалению, развитие службы ДТС, оно очень инерционно будет идти медленно. И вот как правильно Станислав Владимирович, значит, сначала возмутился, что это же согласовывается со всеми странными членами. Вот именно вот это вот согласовывается со всеми странными членами у нас затягивается на годы. Мы, к сожалению, три года назад в этот же вот договор о Евразес пытались внести вот вместо вот той строчки, которая вот там была, вот красненькая вот эта вот, вот эта вот, да, между хозяйствующими субъектами, там была строчка между просто субъектами взаимодействия. Два года мы согласовали эту фразу, на финише одна из сторон, значит, ее не приняла, не буду говорить кто, да, и все обнулилось. Ну, к счастью, сейчас появилось хотя бы вот это. Хотя, в принципе, мы хотели, чтобы вот эти вот правила взаимодействия, они просто были в рамках договора Евразес между всеми субъектами взаимодействия. И тогда бы комиссия могла бы потихонечку, как в концепции написано, там сначала второй этап B2G, третий этап C2G. Ну, вот это обратная сторона медали, когда нужно согласовать со всеми странами. А у нас их получается шесть сторон, да, там вот на круглом слайде, там как раз они все показаны. Так. Ну и про переконвертацию, как бы в это я все сказал, да. То есть постараюсь теперь перейти к коммерческим ДТСам. Уже тоже озвучивалось. То есть коммерческие ДТСы используют международные стандарты, рекомендации X842, значит, технология взаимодействия RFC-3029. То есть мы ничего нового не придумывали, просто взяли то, что было придумано, да. В этом смысле это как бы уже откатанная технология, да. Хотя вот, наверное, мы первые, кто стали ее так вот плотно именно эту технологию отрабатывать. Значит, учитывая, что я все-таки выступаю на форуме в Российской Федерации, естественно, тут на сегодняшний день так получилось, что несмотря на то, что в республике Казахстан уже ДТС, там с 14-16, наверное, с 13-го года, да. В республике Беларусь с 16-го года заработала. Нормативка вся тоже, соответственно, появилась. В Российской Федерации немножко все так медленнее раскручивается, хотя всем интересно именно взаимодействие с Российской Федерацией. Вы самый большой рынок. Все хотят с вами торговать, переписываться. Поэтому вот, ну, хорошо, что уже сейчас, по крайней мере, изменения в законодательстве пошли. Но, к сожалению, да, то есть вы тоже пошли своим путем, можете себе позволить. Вот то, что мы там тренировались на кошках сами между собой, значит, вас это не сильно как бы интересовало. Вы пошли, значит, своим путем. Вот международный договор, вы считаете, что он должен быть. Ни одна сторона больше не считает, что обязательно должен быть международный договор, кроме Российской Федерации. Ну, должен, значит, должен. Значит, будем отрабатывать. К счастью, наработки уже есть. Действительно уже можно сказать, что очертание этого договора, хотя вот видите на слайде, да, в конце, шестая редакция сентября 22-го года, да? Сейчас уже сентябрь 23-го года. Шестая редакция в замороженном состоянии фактически, официально седьмая редакция. Так, но она пока официально не присылалась. Она есть в рабочем порядке, мы ее видели. Вот, начали уже, значит, седьмой редакции. Гордо, значит, было сказано. Ну, вот видите, да, вот год прошел. К сожалению, вот, к сожалению, за этот год подвижек никаких не было, да? Ну, коммерческие ДТСы, в принципе, у нас вот с другими сторонами работают вот так. Красным сверху я выделил о том, как между собой ДТСы общаются, да? В этом смысле подход российской стороны. Вот с другими сторонами у нас вот можно договариваться как хотим, да? Так мы и делаем, да? С российской стороной решили, единый индустриящий центр на госте никаких послаблений нету, никаких международных криптографий, никаких национальных криптографий, ГОСТ. Ну, мы, как младшие братья, согласны с этим. Даже уже прорабатываем вопрос возможной, значит, закупки на гостях СМ, но тем не менее, да? И внизу единый, значит, согласованный формат взаимодействия. Сегодня я про это говорить не буду, потому что это тоже очень большой отдельный пласт, потому что большинство считают, подключился к ДТСу, все, документ оборот ДТС обеспечит. Нет, форматов много, то есть все-таки ДТС конечная стадия проверки подписи. Обмен документами, он должен решаться между субъектами, да? Либо государственными, либо коммерческими, да? Ну и вот я попытался собрать на слайдике, значит, выводы по поводу, как работают коммерческие ДТСы у нас на сегодняшний день. Вот. Про МЧД пару сразу слов скажу, да? Которые вот на самом деле, не хочу кидать камень в город в сторону Российской Федерации, но на самом деле вот эта вот идея МЧД сейчас вот как кость в горле стоит не только у вас. Мы уже как бы тоже примериваемся к тому, что мы с ними будем делать, с этим МЧД, да? То есть в службе ДТС про МЧД даже не стали пока обсуждать, значит, как они будут это использовать, хотя с сентября следующего года уже замминистра без МЧД, значит, документ не подпишет в рамках интегрированной интеграционной системы, а нас, ни служба ДТС, ни интеграционная шина с МЧД работать пока не умеет, и даже никто не думает, как туда ее научить работать, да? Хотя осталось уже меньше года, да? Если, конечно, опять не перенесете срок. В Республике Беларусь то же самое. С МЧД пока, ну, мы с своей стороны, вот могу сказать, что с Сергеем Анатольевичем мы обсуждали, они над этим вопросом работают, как оператор ДТС, который подался на аккредитацию, у них уже есть наработки, в том числе по проверке МЧД. Нам, естественно, придется менять какие-то протоколы при взаимодействии, потому что РФС уже здесь не работает, нужно какие-то придумывать собственные придумки, но тем не менее. То есть, вот МЧД тема отдельная, ну, самое главное, что в мире аналогов нет. И, увы, еще даже до сих пор как бы не закончили дискуссию на тему того, как все это будет работать. А уж я не говорю о том, ну, ладно, там, внутренние пользователи, значит, вот это вот огромное количество регистров, которые будут про МЧД иметь информацию, будут обращаться, а вот что делать при трансгране, я вам сразу скажу, я пока себе так, ну, представляю уже, как это может быть работать, но это такая ляжет ответственность на тот же самый ДТС, который будет проверять все ЧМЧД, да, прежде чем он это в квитанцию добавит, результат этой проверки. И это нужно уже тоже сейчас как-то стандартизовывать, вот, в этой истории про операторов ДТС, да. Вот, ну и самое главное, тут времени у меня не осталось, я, значит, озвучивать вот этот слайд не буду, я скажу пару слов вот про множественность ДТС, да, я вот услышал, тут у всех такой подъем, все хотят, чтобы было много ДТС в Российской Федерации, давайте думать о том, как мы потом с этими ДТСами будем работать, да, то есть вот я представляю оператора ДТС Республика Беларусь, ну, давайте представим, там, 20-30 операторов ДТС появилось в Российской Федерации, да, кому из них я буду отправлять документ на проверку с Российской Федерации, то есть как проверить для них белорусскую подпись, проблем никаких нету, то есть мы выставим, что называется, свой ДТС, значит, многоплечевой, значит, вот всем, кто захочет подключиться, нам будут присылать запросы для проверки белорусской подписи, мы с каждого возьмем копеечку, тут как бы наоборот нам хорошо, да, а вот мы к кому будем обращаться? Чисто теоретически к любой аккредитованный ДТС. Отлично, вот мы госорганизация, да, как вот ЕЭК и все, для того, чтобы нам заключить договор, нужно объявить тендер, да, ну вот мы будем объявлять тендер, значит, на этом тендере какая-то будет организация приходить, ну их много будет, мы будем выбирать самую дешевую, и в течение года будем через нее проверять, да, в следующий год через другую проверять, да, отлично, но тогда будьте любезны, сделайте так, что вот те операторы ДТС, которые придут на тендер, с точки зрения, значит, законодательства Российской Федерации, будут как близнецы-братья иметь одинаковый функционал. Если ты аккредитованная ДТС, ты отвечаешь определенным стандартным требованиям. То есть вот все те самые сертификаты, которые будут прописаны там в будущем в договоре, сейчас, может быть, как-то еще, да, то есть в этом смысле рынок, отлично, я за, но я вам говорю, какая может быть потенциальная проблема, и мы надеемся, что мы ее вот сейчас будем, да, разрешать. Спасибо за внимание, естественно, не сказал все, что хотел. Все равно было очень интересно, мы благодарим. Вот, я старался. А теперь мы приглашаем представителей Казахстана, которые расскажут, как у них все организовано, причем это уже сделано давно, и поэтому опыт их очень интересен. Дмитрий Класс и Алжас и Сен-Галиулы. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо выступить здесь, на этом форуме. Мы с моим коллегой, партнером Алжасом Исай-Гулы расскажем про практический проект запуска и внедрения продукта трансграничной электронной подписи. Перед рассказом хотелось бы два слова сказать. Первое. Рынок давно ждет этой услуги. Это реально так. Мы, как вендоры решений, прикладных решений, чувствуем запросы и слышим их от бизнеса почти каждый день. Поэтому, не дожидаясь принятия поправок федерального закона в этом году, в прошлом году мы начали запуск своего проекта и в этом году совместно с нашими партнерами из Казахстана запустили проект. И сейчас он уже работает в опытной эксплуатации. Значит, стараюсь кратко рассказать про архитектуру. Оглядываясь на наших коллег из Белоруссии и Армении, мы пришли к выводу, что общая архитектура проекта будет такая же, как и на этих проектах. То есть основные участники трансграничного документа оборота это, безусловно, ДТС. Сервис ДТС в Казахстане – это акционерное общество НИД. Роль сервиса ДТС в России выполняет удостоверяющий центр «Газинформсервис». Со стороны Казахстана оператором АДО выступает оператор iDocs. Со стороны России – это сервис подписания и проверки документов в Симсайн. Значит, сейчас я бы хотел пригласить сюда Алжаса. Алжаса расскажет про особенности регулирования законодательства в Казахстане и некоторых моментах о рынке ЭДО. Всем добрый день. Спасибо. Наверное, прежде чем я перейду к комментированию своего слайда, я бы хотел буквально в двух словах для здешней аудитории рассказать о нашей компании, чтобы вы имели представление, кто мы. Компания наша называется iDocs.kz. Мы в 2016 году запустили первую в Казахстане B2B-платформу для юридически значимого документа оборота. На сегодняшний день занимаем лидирующие позиции в своем сегменте. Теперь, что касается законности трансграничного документа оборота на стороне Республики Казахстан. То есть данный проект в целом законен, никаких вопросов к нему нет по двум причинам. Первое – это закон Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, который, если говорить кратко, признает электронный документ равнозначным бумажному, естественно, при соблюдении технологических требований, кои мы соблюдаем. И обширность этому закону придает тот факт, что там нет никаких уточнений и тем более ограничений по видам и формам документов. Плюс в этом же законе предусмотрена проверка иностранной подписи с оговоркой на то, что в процессе проверки должен быть задействован Казахстанский ДТС. Так вот, вторая причина – это как раз-таки наличие Казахстанской ДТС, которая на сегодняшний день уже с 2015 года введена в промышленную эксплуатацию и стабильно сопровождается Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности через дочернюю организацию Акционерное общество национальной информационной технологии. Исходя из того, что сложить эти две причины, то есть закон об электронном документе и наличие ДТС, можно сделать однозначный вывод, что трансграничный документ оборот полностью законен. Да, ну принципиальные различия, да, что касается принципиальных различий. Да, я думаю, показывать нет смысла. Что касается различий между Казахстанами и Россией в части подхода к реализации трансграничного документа оборота, вот сейчас я бы хотел буквально там кратенько объяснить. Дело в том, что проект трансграничного документа оборота в Казахстане в большей степени, практически по всей степени, регулируется Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности, которое в Казахстане в том числе сопровождает Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан, ЭЦП, которых есть плюс 100% юридических лиц, консультирует, ну и также, можно сказать, сопровождает все субъекты в Казахстане по вопросам ПКИ, включая госсектор, ну и, конечно же, также, извиняюсь за тавтологию, сопровождает доверенную третью сторону Республики Казахстан. Что касается Российской Федерации, на наш взгляд, получается таким образом, что трансграничный документ оборота в большей степени регулируется и инициируется вопрос через призму федеральной налоговой службы. То есть подход происходит не через Министерство цифровое России, а именно через Федеральную налоговую службу. И, следовательно, вот это различие подождает некоторые сложности, которые связаны как раз таки с вопросом гармонизации форматов документов. Эти сложности вот уже не единожды сегодня были озвучены при пилотных проектах Россия-Беларусь, Россия-Армения. И вот мы тоже не хотели бы столкнуться с этой проблемой. Как-то так у нас, коллеги. Наверное, есть смысл уже передать слово Дмитрий Владимирович, чтобы он продолжил более, так сказать, раскрыл эту тему. Поэтому всем спасибо. Я продолжу, коллеги. Значит, да, перед стартом проекта мы вздумались над тем, какую технологию обмена выбрать между операторами и что нам сделать стандартизацией форматов самих документов. Не буду долго говорить, как уже говорили многие здесь коллеги. Задача стандартизации форматов, она очень, это очень важно, это очень нужно, но, как нам кажется, это невероятно сложно с организационной точки зрения, потому что законодательство каждых стран, каждый их стран меняется каждый год. И если ты ставишь перед собой такую цель, тебе придется понимать, что каждый год ты должен эту архитектуру, эти стандарты поддерживать в актуальном состоянии. И, соответственно, все участники рынка ИДО также должны своевременно подстраиваться под такие стандарты. Соответственно, проанализировав эту ситуацию, мы приняли решение о том, что мы делаем более упрощенную технологию, не та технология, которая используется внутри России, технология романга, а несколько более упрощенная, потому что законодательство Казахстана не предусматривает многих вещей, которые прописаны в нашей внутренней технологии. В основе технологии лежат четыре основных принципа. Простота форматов, JSON-формат, гарантированность доставки документов, механизм очередей это обеспечивает, и два важных принципа на прикладном уровне. Это статусная модель документа и универсальность типов документа. Это нужно для того, чтобы мы могли в будущем засунуть в эту модель практически любой документ, будь то сопроводительная накладная на товар в Казахстане или инвойс из Китая. Примерно за год у нас накопился некоторый опыт взаимодействия по проверке со службами ДТС. Статистика небольшая, но какой вывод я могу сейчас сделать? Первое, уровень доступности составляет примерно по нашим экспертным оценкам 85%. Я имею в виду уровень доступности сервисов ДТС. Это, на наш взгляд, достаточно хороший результат. Принимаю внимание, что большое время сервис работал в режиме тестирования. По результатам опытной эксплуатации мы получили обратную связь от клиентов, продолжаем ее получать и вносим какие-то коррективы в свою функциональность. Хочу выделить две вещи из этого. Первое – это то, что реализована функция отложенной валидации. Это тогда, когда, условно говоря, сервисы ДТС лежат и не отвечают, а контрагентам, которые знают друг друга давным-давно, которые, подписанты, которые известны друг другу, нужно подписать документы прямо сейчас. Вторая функциональность важная стоит в том, что на каждую подпись мы делаем две квитанции в ДТС, российском и казахстанском. Почему это важно? Если, когда и если любой компании придется идти в суд не в национальной юрисдикции, а в противоположной юрисдикции, то у него должны быть квитанции, которые обеспечивают проверку подписи не только своей стороны, но и противоположной. Поэтому мы считаем важным обеспечить именно две квитанции на каждую подпись. Два слова про использование методических рекомендаций ФНС. мы используем в проекте первая структуру электронной квитанции, визуализированный образ вы сейчас видите на слайде, и доп. соглашение между контрагентами, которое заключается между хозяйственными субъектами, которое позволяет закрепить возможность перевода своего бумажного документа оборота на ЭДО. Немного слов о статистике в конце выступления. Трафик пока небольшой, пока чуть меньше тысячи документов. Какие-то выводы делать рано, но вот интересный факт, что 80% трафика документов идет из России в Казахстан и 20% в обратную сторону. И в заключение по просьбе Станислава я бы хотел вывод, как Станислав просил выводы делать, мне кажется, важно сказать следующее. Не надо ждать стандартизации общей, не надо ждать унификации. Мне кажется, надо, поскольку законодательство нашей страны уже готово, надо просто начинать и делать. Если вы хотите запустить похожий продукт, мне кажется, не стоит тратить время на некоторую стандартизацию, надо просто начинать и делать. Спасибо, коллеги. Хочется поблагодарить всех докладчиков, которые приняли участие в сегодняшней сессии. Было интересно и полезно. Мне, во всяком случае, мы услышали и практические проблемы, и те варианты выхода из ситуации, которую люди придумывают на коленке и умудряются применять, а все-таки работать. И я думаю, что мы наметили какие-то направления, куда будем двигаться, чтобы выстроить это юридически значимое электронное взаимодействие, удобное, надежное, построенное на нормальных правых принципах и, прежде всего, на доверии, которое будет подкреплено определенными инженерными и правыми подходами. Я бы попросила уважаемых коллег, которые присутствуют на сцене, какие-то реплики по поводу нашей сегодняшней темы, напутствия, пожелания или комментарии. Ну, давайте начну я. Я не так оптимистичен, как Александр, все-таки. Я думаю, что мы ничего не наметили, мы никуда не продвинулись, а мы, скорее, может быть, обозначили эти проблемы. Возможно. Действительно, вот мне понравилось выступление белорусской стороны о том, что действительно форматы… Вообще, когда вы начинаете реализовывать вот эти вопросы с ДТС, то там действительно возникают вопросы. И вот тоже в Евразийской комиссии было. А какие документы мы сможем проверять? А какого формата? Значит, мы должны уже сейчас описывать все вот эти форматы, уже их заявлять, уже их стандартизовывать, обсуждать и так далее. И так далее. То есть вопрос, на самом деле, непростой. Но, в принципе, и мне тоже понравился вывод казахстанских наших товарищей, что давайте делать. То есть, может быть, мы сразу все не решим, но давайте делать хотя бы вот что знаем, что умеем, и будем внедрять, и будем использовать это в своей работе. Ну, всем успехов. Возможно, действительно, кому-то трансгран, значит, кто-то еще, возможно, к нам подключиться. Потому что Евразийская комиссия – это, наверное, единственное такое объединение, которое действительно глубоко проработало эти вопросы. И все-таки, ну, она как бы изначально, в самом начале, в договоре это прописала и движется по этому пути поступательно. Да, не всегда, да, есть время, пять стран договориться – это непросто. Вот. Но мы пытаемся это делать. Ну, всем спасибо за участие. Коллеги, да, всем спасибо за выступление. Действительно, было интересно. Я хотел бы сказать, как бы, ну, в оптимистическом ключе, как бы, подвести итоги. Смотрите, как отметил в своем докладе Юрий Вадимович Харахордин, 22 августа 2023 года принят акт Евразийского экономического союза, которым утверждены правила взаимного признания электронной цифровой подписи, электронной подписи при взаимодействии B2G. Считаю, что это достаточно крупный успех на площадке Евразийской экономической комиссии, потому что обсуждения длились долго, непросто. Тем не менее, акт принят, и под ним подписались все стороны, все участники Евразийского экономического союза. Что касается нашего взаимодействия с Республикой Беларусь, то мы ставим перед собой достаточно амбициозные цели, и, как я полагаю, сейчас мы с коллегами пытаемся локализовать этот акт правила взаимного признания, спроецировать его на наши отношения в рамках союзного договора, союзного государства, для того, чтобы эти правила признания были наиболее рабочими. С этой точки зрения спасибо Дмитрию Москалеву, который неоднократно и в том числе сейчас подчеркивает особенности работы ДТС на стороне бизнеса, и говорит о том, что действительно нам нужно определяться с точки зрения тех стандартов, которые мы будем применять при отношении B2G в союзном договоре между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Поэтому я считаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Правила признания, локализованные для наших двухсторонних отношений, позволят, наверное, нам разморозить, как вот здесь было сказано Дмитрием, что заморожено вот это наш международный договор, позволят его разморозить, да, как уже вот Александр Владимирович правильно сказал, что существует седьмая редакция этого договора, которая вот должна вот обеспечить нам решающий прорыв, в том числе за счет того, что у нас будут правила признания на двоих, которые локализуют все те вещи, и мы будем опираться уже не на иксадосы, да, а на более простые структуры, которые характерны для взаимоотношений бизнеса друг с другом. Вот, хотелось бы услышать мнение белорусской стороны по этому вопросу. Спасибо. Коллеги, я благодарен, ну, во-первых, мне предоставлена высокая честь присутствовать здесь в президиуме, скажем так, да, благодарен вам за ваше выступление, за поднятые острые проблемы. На самом деле вопрос действительно сложный, как здесь неоднократно подчеркивалось. По этому пути мы идем очень долго, но, по крайней мере, на сегодняшний день мы наметили те вот актуальные проблемы. Вот, я благодарен Владимиру Комиссаренко, который так структурировано блоками, вот, отметил, да, то есть те вопросы, которые нам необходимо решать. И самое главное, мы эти вопросы все знаем, мы на сегодняшний день находим какие-то общие, ну, где-то уже нашли общие точки соприкосновения, где-то сближаемся в подходах. И я надеюсь, ну, я уверен просто, у нас другого пути нет, то, что мы эту проблему и задачу все-таки решим. Спасибо. Вслед за Станиславом Владиленовичем я бы все-таки закончила нашу сессию словами «будем делать». Будем делать. И, ребята, если есть какие-то там, ну, несколько вопросов из зала, ну, мы, наверное, задержимся и ответим на них. Вопросов нет? Тогда приятного аппетита!